итак тема номер 82 у нас по учебному плану признание сделок с недвижимостью недействительными сокращенно я буду использовать этот термин признанка так называют и юристы называют ну и аферисты кстати тоже так называют признанка сокращенно значит что может быть с признанием сделки недействительные то есть в каком случае такая в общем то неприятность может случиться но первое обычная ситуация то есть заранее когда сделка совершалась в тот момент когда сделка совершалась никто не пытался и не думал ее признавать не действительно так получилось причем иногда так получилось последствия например помните я приводил пример 3 наследника продают квартиру но будем считать что они добросовестные наследники не знают о существовании 4 внебрачного сына наследодателя все квартиру продали все нормально все хорошо появляется внебрачный сын наследодателя и в судебном порядке оспаривает сделку доказывает факт что он не знал о смерти своего отца ему сообщили позже но он такой же наследник а наследственная масса квартиру уже продана значит вот так получилось второй случай то чего мы должны бояться больше всего но не то что бояться как в известном фильме говорится про жеглова и шалрапова а опасаться на самом деле нас это лжепризнанка то есть это афера причем квалифицированная афера который планируется заранее то есть сделка проводится таким образом чтобы потом ее в судебном порядке признать недействительной ну возьмем давайте клон ну клон по сговору то есть собственник вступает как говорится в преступный сговор с эфиристом или там с группой эфиристов которые говорят давай без тебя твою квартиру продадим а потом ее отсудим назад ну давай чего денег на не заработать только от тебя нам там в определенный момент когда мы скажем напиши заявление об утере послу он все делает что нужно подбирает двойника подбирает внешне похожего якобы он живет за границей якобы на эту квартиру сдал или даже там оформил договор доверительного управления по которому оставил все оригиналы документов и пошло поехал конечно такая сделка будет потом признан ничтожной не имеющей юридической силы с момента ее как говорится совершенно ну и наконец третья разновидность тоже имеет место быть просто потом вы должны иметь ввиду что такие квартиры отмываются то есть выставляется на отмывку на продажу так называемый экспроприации экспроприатор то есть ну классика жанра адвокат идет по улице у него бомж просит подаяния он ему дает денег значит соответствую квартиру свою там продал да вот у меня отобрали квартиру ну давай как говорится оформляй на меня доверенность пошли мы тебя вымоем приведем в порядок оформляй на меня доверенность я квартиру отсужу потом липки куплю комнату либо условно выражаясь там денег да ну давай чё пошли значит кто-то этого бомжа и естественно обманул кто-то его выгнал на улицу а вот как говорится квалифицированный адвокат причем есть адвокатские бюро которые этим занимаются серьезно отсуживает эту квартиру надо у нынешнего естественно и и владельца якобы добросовестного приобретателя ну или лента очень распространенная пожилой человек заключил договор ренты но опять-таки заключил не с близкими родственниками с посторонним человеком ну ему выплачивать например там 10 тысяч рублей в месяц хотя вы должны сразу из зала сказать сейчас нельзя 10 тысяч рублей в месяц минимум 1 минимальный минимум один минимальный размер значит прожиточного минимумов не оплаты труда а вот сейчас по московскому региону 15 с половиной ну ладно ранее был заключен было сказано действий хотя и это можете мне возразить значит он должен индексировать и вот на этом как говорится есть тоже специализированные структуры которые вот таких вот пожилых людей с кем заключен договор ренты значит скажем так обрабатывают им заявляют мы вам будем платить не 10 тысяч а 20 мы вам еще дополнительно вклад на вас откроем значит миллион триста в банке под восемь с половиной процентов годовых вы еще 7 тысяч будете получать проценты со вклада ежемесячно и пошло-поехало значит соглашаются до договор ренты расторгает вот например вы заключили договор ренты с пожилым человеком они сами договор ренты расторгают основания для этого найдутся ну а потом конечно судьба этого пожилого человека не завидны срок доживания не более года ну ладно давайте к нашим бараном значит а так как каким образом совершается признание сделки действительным где у нас сказаны основания совершения признания сделки недействительной какие статьи гражданского кодекса ведают какой соответственно схемой то есть мы будем рассматривать как схема обобщенная статья гражданского кодекса условия признанки признание сделки действительной и реальные кейсы которые были на практике то есть на что мы должны обращать внимание обычно всегда на что обращать внимание я прямо на доске рисую восклицательный знак такой символ то есть это вот самое важное наверное на что нужно обращать внимание на счетах если мы откроем гк если вы хотите откройте у себя у кого есть планшета у кого есть ноутбуки в гарантии в консультанте откройте начиная со статьи 160 вот просто тупой бейки 160 гк рф и все последующие статьи которые будут потому что если вы открываете целую целую соответственно голову вот начинается статьи 160 но я по старинке бумажный гк буду использовать в этом случае значит у кого планшеты ноутбуки есть откройте значит чтобы у вас перед глазами был текст была формулировка тоже тех частично мы зачитывать нибудь значит если посмотреть статью 166 бека то у нас есть два основания ничтожности сделки то есть извините недействительности сделки как раз оговорилась оговорился ничтожной сделки давайте вот здесь напишем такой небольшой две колонки ничтожной сделки и оспоримой сделки оспоримость сделки ну конечно безусловно среди нас здесь юристы присутствуют юристы знает ответить ответ на этот вопрос все-таки что хуже ничтожность или оспоримой сделки к ничтожность для того против кого естественно применяется признание сделки единстве конечно ничтожными но опять таки юристы профессиональные юристы это знают значит здесь есть одна такая тонкость значит ничтожная сделка ничтожной действительно сама по себе уже по факту то суд в этой ситуации только применяет последствия ничтожности сделки а вот оспаримая сделка она именно оспаривается то есть неизвестно какое решение примет суд оставят сделку силе или нет это состязание сторон состязательность сторон адвоката со стороны условно рожать продавца адвоката со стороны покупателя ну и конечно не ангажированный будем считать судья если судьи ангажировали ну сами понимаете чему это приведет так что оспаримость на самом деле это получше то есть есть шанс все-таки отбиться от этого а вот по ничтожным сделкам если суд конечно применит последствия ничтожности сделки все очень и очень кисло об этом чуть позже и так давайте сразу запишем все статьи все статьи гк какие у нас относятся к ничтожности какие относятся к испаримости и так ничтожность 163 164 потом можно будет сфотографировать я отойду от доски так с крайних рядов видно вот такие вот я пишу 168 часть 2 у нас еще ничтожность и 169 тире 172 174 1 прим то есть . 1 это новая статья которые бери позже она называется при 174 13 или 174 1 и 181 5 181 5 при значит вот это у нас ничтожные ничтожные оспоримых больше на самом деле 100 в 168 часть 1 173 173 1 прим 174 175-179 175-179 181 4 прим и 183 сейчас я отойду соответственно можно сфотографировать ну или давайте еще раз я назову вот как раз вот даже диаспоримый может быть это плохо видно 168 часть 1 173 173 1 прим новая статья 174 от 175 по 179 181 4 прим и 183 это соответственно у нас оспоримые сделки это соответственно вот мы их выделили как раз специально черным цветом это ничтожные сделки ничтожные сделки сам отвечаю на свой вопрос это гораздо хуже чем оспоримые сделки естественно для вас как для представителей покупателя все-таки вы представители покупателя а этого покупателя недобросовестный продавец или недобросовестные представители продавца точнее говоря в более широком смысле отчуждателя пытаются признать сделку недействительной и выселить естественно продав покупателя вашего клиента из честно купленные квартиры вы можете конечно сказать а как же добросовестный приобретатель добросовестный приобретатель в самом конце нашего сегодняшнего занятия и чтобы добросовестный приобретатель был таковым нужно выполнить очень много условий на самом деле ну вот это вот если значит возможность есть если у вас техника позволяет, фотографируйте потому что я соответственно сейчас это сотру значит и еще нам нужно рассмотреть такие очень интересные вопросы по ничтожности оспоримости сделок, прежде чем мы перейдем ко всем схемам, которые реально у нас на практике имеют место быть это сроки исковой давности и кто подает соответствующий иск ну давайте начнем с того кто подает соответствующий иск значит по ничтожным сделкам имеет право подавать иск любое лицо не только участник сделки потерпевший условно выражается или якобы потерпевший, если это афера а соответственно любое лицо вот вам стало известно что соответственно у соседа или вот у этого бомжа, о котором мы говорили отжали квартиру значит его выгнали на улицу теоретически и вы можете подать иск о применении последствий ничтожности сделки ну это конечно никто не делает но с другой стороны по оспоримым сделкам такой номер уже не пройдет вот по этим статьям потому что по оспоримым сделкам у нас четко сказано что только лишь участники сделки и лица указанные в законе все то есть первый попавший любой из нас по оспоримым сделкам иск ну подать может но соответственно в иске будет принятие иска будет отказано потому что вы будете ненадлежащим исцу то есть можно конечно подать но будет отказано так что пожалуйста это имейте ввиду в каждой статье сказано кто имеет право подать иск ну вот например там где защита прав несовершеннолетних значит родители несовершеннолетние его близкие родственники в том числе дедушка бабушка значит дедушка бабушка значит опекун отдел опеки и попечительства значит четко сказано естественно прокуратура всегда имеет право во всех случаях значит как надзорная инстанция защищающие интересы в нашем случае граждан а вот здесь вот может любой а вот здесь еще не любой не каждый может это сделать теперь давайте разберемся со сроками исковой давности значит давайте вот здесь вот вверху напишу на какие статьи нам нужно по срокам исковой давности обратить внимание значит во первых это статья 181 ГК значит это как раз специальная статья посвященная в том числе сделкам с недвижимым имуществом потому что это так по другим ситуациям которые иногда возникают в юридической судебной практике значит другие там немножечко условия и вторая статья 199 ГК значит там соответственно как подается и ходатайство о применении срока исковой давности ну сейчас не буду все эти юридические подробности но имейте ввиду значит ходатайство о применении срока исковой давности оно не автоматически вот так вот возникает то есть судья если ему не подали соответствующих ходатайства имеет право на это внимание не обращать То есть надо еще выполнить одно юридически значимое действие, соответственно, подать соответствующее ходатайство. Ну ладно, давайте статья 181 ГК. В той редакции, которая действует сейчас. То есть старый кодекс бумажный, например, там, ну вот у меня какой у меня, по состоянию тоже уже немножко старый, по состоянию ноября 2016 года были изменения, дополнения. Значит, старый кодекс бумажный лучше не использовать, потому что многое уже изменилось в реальности. Значит, наиболее актуальная информация, как вы понимаете, в гарантии и в консультанте. Ну мы об этом уже неоднократно говорили. Практикующие риэлторы должны в первом приближении и на мобильных устройствах, и естественно на стационарных устройствах уметь пользоваться гарантом и консультантом. Если вдруг не умеете, в любом поисковике, тупо статья 181 ГК РФ, вас сразу выкидывает на консультант. Обычно в базе консультант первый стоит, ну или где-то там, посмотрите, гарант. Значит, и естественно в процессе работы, в процессе переговоров всегда на это нужно ссылаться. Итак, сроки исковой давности. Значит, ну вы, наверное, знаете, все, наверное, вы знаете, что общий срок исковой давности у нас 3 года. Но, одно маленькое но. Да, если вы почитаете 181 часть 1, по ничтожным сделкам, общий срок исковой давности применяется 3 года с того момента, когда началось исполнение сделки. Что у нас считается моментом, когда началось исполнение сделки? Напомните, что-то я забыл. Подписание договора о право вратвии. Подписание акта приемки передачи. Вспомнил, да? Вспомните, ну, наверняка же вы читали любой более-менее продвинутый договор. Значит, настоящий договор считается исполненным при соблюдении следующих условий. И перечисление передачи денег, что подтверждается распиской, с подписанием акта приемки передачи. С подписанием акта приемки передачи. Правильный ответ. Это здесь, кстати, иногда химичит немножко. Значит, сознательно не выходят на подписание акта приемки передачи. Ну, ладно, это не по нашей сегодняшней теле. Значит, вот так, 3 года с момента начала исполнения сделки. То есть, подписание акта приемки передачи. Но существует более широкий срок исковой давности для ничтожных сделок. 10 лет. Когда-то он был для всех. Потом этот 10-летний срок для всех в 2005 году переделали на 3-летний срок. А в 2013 году переделали обратно. И стало 2 срока. Один общий 3 года и один расширенный 10 лет. 10 лет для тех граждан, кто не является участником сделки. Для участников сделки всегда 3 года по применению последствий ничтожности сделки. Для иных граждан 3 года с момента обнаружения и ущемления прав, но не более 10 лет с момента исполнения сделки. Не пишите это в 181 ГК, откройте, часть 1. Я буквально слово в слово сказал. По оспоримым сделкам. А вот по оспоримым сделкам ситуация очень-очень хитрая на самом деле. Потому что по оспоримым сделкам действуют специальные сроки исковой давности. Не общие 3 года, а специальные. Хотя есть 1-3 года. Сейчас мы до него доберемся. Значит, если читать дословно 181 ГК. 1 год с момента того, когда истец, ну или потерпевший, пострадавшая сторона, должен был узнать, вернее, узнал или должен был узнать, что его право нарушено. То есть, если более коротко сказать, 1 год с момента обнаружения и ущемления прав. Вот это вот специальный срок исковой давности по умолчанию для оспоримых сделок. Помните, на одном из прошлых занятий мы с вами говорили? Можно повторить? В 1998 году это уже было прямое нарушение закона о приватизации. Это уже ничтожные сделки, это уже неоспоримые. Но сроки исковой давности прошли. Ну, в любом случае, в любом случае, сейчас уже эти сроки прошли, потому что, да, считалось, что 1 год, значит, в течение вот этого специального годового срока начинается с момента достижения гражданином, то есть бывшим ребенком совершеннолетия. А уже прошло больше, чем 19 лет. 19 лет у нас прошло в каком году? В 2013 году. Сейчас уже очень маленькая вероятность. Мы с вами разбирали гипотетический случай, что, например, молодой человек, будучи несовершеннолетним, совершил какое-то умышленное преступление, значит, сидел там в тюрьме, в малолетке, потом на взрослях его перевели, и вот только что он сейчас освободился. Вот тогда, да, теоретически суд может ему продлить этот срок. Ну, это вероятность очень мала. То есть, может, там, один случай из 10-20 тысяч. Вряд ли вы с этим столкнетесь уже. Мы с вами говорили один год, ну, вернее, тоже и был, что, ну, ладно, давайте такие посмотрим. Укороченные сроки исковой давности. Ну, наверное, вы знаете, что такое ППП. Ну, ППП, это так мы называем, конечно, жарконный термин. Отказ от преимущественного права покупки. Статья 250 ГК РФ. Значит, там, если вы обратили внимание, или обращали внимание, установлен специальный срок исковой давности о переводе прав и обязанностей покупателя на другого участника общедалевой собственности. Всего лишь три месяца такой срок исковой давности. Значит, считается, что другой участник общедалевой собственности узнал, или должен был узнать о том, что появился новый жилец в квартире, на доле или в коммунальной комнате, в момент его фактического вселения туда. А моментом вселения фактического туда что является? Точно так же акт приемки передачи. Точно так же на этом химичит. Вот пусть идет и доказывает сосед, что он не вселялся. Вот у меня акт, в акте 28-е, там, чего у нас, 28-е августа. Все, три месяца прошло. Иди к ты, дорогой там, лесом, куда подальше. И с очень большой вероятностью, значит, суд примет его сторону. Есть шестимесячные сроки. Например, вот по этим статьям 181.4, 181.5, решение собраний. Там специальный срок для решения собраний, шестимесячный срок. Есть годовые сроки. А есть и трехгодовые сроки. Трехгодовой срок, совсем недавно, кстати, изменения. Значит, эти изменения пока еще на уровне Пленума Верховного Суда. То есть ни в ГК, ни в Семейном Кодексе этого нет. Значит, четко прописано. Но это будет в ближайшее время, когда будут первые изменения, дополнения. Трехгодовой срок, специальный срок исковой давности. С момента обнаружения ущемления прав. Значит, если были ущемлены права супругов после расторжения брака. Можете на номер следовать? Сейчас наизусть не помню. Это, наверное, Самохина Ольга Николаевна. Кто к ней ходит на занятия, конечно, знает. Сказал бы сходу. Но, соответственно, кто с ней ходит на занятия, узнаете у нее. Значит, если завтра будет у нее занятие, узнаете, соответственно, у нее. И тогда в следующий раз мне скажите. Ну, или посмотрю, а то просто забуду, конечно. Владимир Геннадьевич, ущемление права супругов три года? Да, три года, но с момента обнаружения ущемления прав. Потому что многие считают с расторжения брака или с составления соглашения о разделе имущества. С момента обнаружения ущемления прав точно так же. Вот как раз было по этому поводу разъяснение Пленума Верховного Суда в этом году. Видите-ка? Просните, пожалуйста. Что? Когда человек узнал об этом. Ну, вот, например, соответственно, супруги разделили свое имущество. Значит, квартира номер один одному супругу, квартиру номер два другому супругу. Значит, супруг номер два свою квартиру продал, для примера. А по квартире номер один там возникли какие-то то, что называется, проблемы с супружескими долями или что-то еще, или претензии третьих лид. То есть потерпевший супруг при продаже квартиры номер два, которая уже продана, значит, может считать, что по квартире номер один, которая якобы ему или ей принадлежит, было ущемление прав и, соответственно, может претендовать на свою супружескую долю в квартире номер два. Это оспоримость. Это оспоримость, да. Ну, вот один из примеров, который вот первый пришел в голову. То есть, на самом деле, серьезная проблема. Вот такие вот, вот такое вот решение. Это дата развода не имеет. Нет, дата развода не имеет никакого. Ну, ладно, в любом случае, видите, у нас существуют специальные сроки исковой давности. И, конечно, вот эти вот тонкости, но, во всяком случае, профессиональные юристы, которые, безусловно, здесь присутствуют, конечно, должны знать. Так, стираю. И давайте начнем рассматривать все схемы, которые у нас есть. Ну, не все, конечно, может быть, что-то там не учли, безусловно. Значит, основные, скажем так, схемы признания сделок недействительными с точки зрения статья, то есть общая схема, статья и с чем вы можете столкнуться на практике. Да, у нас уже становится жарковато. Значит, если вы помните, там пульт кондиционера где-то есть. Через некоторое время, может быть, даже и откроем окно. Жарковато будет. Я предупреждал, что жарко будет, вы мне не верили. Значит, так, первая схема, первый блок вопросов. Несоблюдение нотариальной формы и требования государственной регистрации сделки. Ну, а государственной регистрации, правильно сейчас сказать, перехода права. Хотя иногда и сделка тоже. И сделки у нас подлежат государственной регистрации. Не все отменили государственную регистрацию сделок. Не всех сделок. Значит, несоблюдение нотариальной формы сделки и требования ее государственной регистрации. Значит, статья 163. Значит, здесь я буду писать буковка N. Это значит ничтожность. Буду писать буковку O. Это значит, соответственно, оспоримость. Значит, 160 часть вторая, тоже ничтожная. И, соответственно, 165 оспоримая. Вот, рассмотрим случай реальный. Итак, 163 ничтожность. Несоблюдение нотариальной формы сделки. Ну, соответственно, если у нас сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению, а регистратор, ну, вдруг такое случилось, пропустил ее в простой письменной форме. Ну, это вряд ли, конечно. Ну, теоретически может быть случай такой, что, соответственно, у супругов доли, именно доли выделены по одной, второй доле. И, вернее, нет, у супругов общая совместная собственность. И один супруг другому дарит свою, соответственно, долю. Сначала же их нужно выделить, а потом уже дарить. То есть некоторые супруги, условно выражаясь, считают, что просто вот нужно оформить договор дарения и подать его на госрегистрацию. Вот как есть, я, соответственно, супруг, дают свою долю в общей совместной собственности. Одно свидетельство, одна выписка. Значит, другому супругу. Вдруг, вдруг случилось такое, что регистратор пропустит такую вещь. Эта сделка ничтожна. Сначала нужно долю выделить из общей совместности через нотариуса, а потом совершать нотариальную сделку, дарение одной второй доли. Но она уже в нотариальной форме. Ну, теоретически. Теоретически. В Москве не было таких случаев. Я слышал, что несколько таких случаев были в регионах, что вот так вот муж жене решил подарить свою одну вторую долю, не выделенную. И регистрация пропускала такие вещи. Но в Москве не было такого. Ну, конечно, здесь лженотариус. То, что мы говорили, соответственно, на прошлом занятии. Помните? Значит, как, соответственно, открыли лженотариальную контору. Жилонотариальные конторы проводили сделки через депозит нотариуса. Причем у этого нотариуса были единые нотариальные бланки, печать. В Малом Златоустинском переулке. Помните, я приводил пример? Значит, открыли лженотариальную контору и отжали у, скажем так, приехавшего из Мурманской области помора Мамонта, наследника Михаила Ломоносова. Значит, 14,5 миллионов. Значит, провернули аферу. Ну, вот, конечно, такая сделка, хоть, соответственно, она подписана сторонами. Значит, хотя нет, она как раз имела юридическую силу, потому что это была ППФ. А они решили просто сделать нотариальную. А, нет, 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 ППФ, да, имела бы. Но если там была бы нотариальная, соответственно, и сделали такую нотариальную, левую нотариальную, то, конечно, она такая сделка ничтожна. Или лженотариальная контора в Старагену, извините, в Косино, в Новом Косино, где работал полностью клон нотариуса, значит, нотариус Иванова, Елена Александровна, работал полный клон этого нотариуса, значит, там какие-то сделки тоже наверняка совершали. Естественно, эта сделка будет, такая сделка будет признана ничтожной. Ну, сейчас в случае, что у нотариуса нет полномочий, или там у исполняющего обязанности нет полномочий, ну, это практически не встречается. Это было когда-то в свое время, что не было там у нотариуса полномочий, не ополняли приказ Минюста, назначение на работу. Ну, сейчас этого нет, сейчас этого можно уже не бояться. Далее. 160, часть 2. Несоблюдение процедуры электронной цифровой подписи. ЭЦП. Или какие-то злоупотребления с ЭЦП. Помните, разбирали, и будем ровно через неделю этот вопрос разбирать очень подробно. ЭЦП сейчас получить на самом деле, ЭЦП электронную цифровую подпись Росреестра для совершения сделок, получить легко, несложно. И это стоит недорого. Например, его можно получить по общей генеральной доверенности, где даже и не сказано получение электронной цифровой подписи. Проверен на себе, лично на себе. Еще в том нашем учебном потоке, я специально на мою жену сделал общую доверенность, ну там, совершение всевозможных сделок. И с третьего, с четвертого удостоверяющего центра, который есть на сайте Росреестра, а не только на сайте Росреестра, никакими другими пользоваться нельзя категорически. Ну и чтобы сайт Росреестра был Росреестра, а не клон какой-то. Клоны тоже есть. Росреестра с двумя буквами там, С тоже бывает. Или росреестра.ком, или росреестра.орг. Такие тоже есть, если вы обратите внимание. Он внешне ничем не отличается от настоящего Росреестра. Значит, и так, в четвертом, по списку, да, в трех не приняли, сказали, у вас нет в общей доверенности, в генеральной доверенности полномочий, что вы своему супругу, ну у меня еще с супругой разные фамилии, но все равно свидетельство о браке-то есть. Есть. Значит, в четвертом, ей оформили на мое имя электронную цифровую подпись Росреестра по общей генеральной доверенности. Где не было полномочий, я не давал полномочий оформить электронную цифровую подпись. Что? Да, да. Но не было таких полномочий, я не давал такие полномочия. Нет, если ее формально нужно выделять отдельно, конечно, отдельной страхой. Потому что генеральная доверенность, ну она более правильно, кстати, общая называется, термина генеральной доверенности нигде в законодательстве нет. Это жаргонное слово. Общая, соответственно, доверенность. Значит, в ней, значит, как вы понимаете, полномочий много, но вот чтобы получить электронную цифровую подпись Росреестра, квалифицированную электронную цифровую подпись, конечно, она должна быть выделена отдельной строкой. Ну как же так? А вы ее оформили за долго? Я ее оформил за неделю. Это я делал специально. А, как проверка? Что? Как проверка, да. Ну, многое из того, о чем мы говорим, надо же, конечно, проверено на себе. Действительно соответствует это? Действительно ли можно электронную цифровую подпись Росреестра получить по то, что называется гендоверенности? Можно. Можно. А если ваш покупатель отказался на покупатель? Ой, его право, конечно. И он был бы абсолютно прав. Ну, в большинстве случае, имейте в виду, с ЭЦП всевозможные аферы имеют место быть. Вот если вот, например, вот так вот оформили удостоверяющий центр, а потом вот взяли, я как раз это все делал перед тем, как уехать на майские праздники, за майские праздники моей электронной цифровой подписью мою квартиру продали. Ну вот, соответственно, конечно, если я смогу доказать, что я не давал полномочий оформить электронную цифровую подпись, это ничтожная сделка, конечно, однозначно. Дальше. 165 оспоримое. Уклонение от госрегистрации. Это уже оспоримое, это уже не ничтожное, это уже, соответственно, оспоримое. Значит, уклонение от госрегистрации. Если жарко, включайте там кондиционер, ну, просто температуру поставьте побольше, где-нибудь там 23-24 градуса, чтобы вы не замерзли. Вон там вы включаете кондиционер, потому что, видите, молок, но, к сожалению, во время записи открыть не может. Значит, и так, уклонение от госрегистрации. Ну, давайте рассмотрим элементарную схему, простейшую схему. Вы, наверное, знаете, что с 13-го года, с 1-го марта у нас договор купли-продажи, мены-дарения, наши традиционные вторичные договоры, вступает в силу с момента его подписания сторонами. То есть госрегистрация для вторичных договоров стала технической процедурой. Афера такая, красивенькая. Регистратор, да, естественно, мы этот случай рассматриваем, когда в договоре занижайка, заниженная стоимость. Без разницы, если еще по старым правилам налогообложения, миллион, а квартира стоит 10 миллионов, что по новым правилам ГКН, то есть кадастр, 7 миллионов, 0,7 от ГКН 5 миллионов, договорились указать в договоре. Без разницы, здесь разницы никакой нет. И так афера организует покупателя. Значит, покупатель говорит, регистрация там с моей стороны, у меня есть хороший регистратор. Значит, так везде там в центрах регистрации есть 12 тысяч, нам за 8 сделают. Ну, все согласны. И риэлтор со стороны продавца, что, да ради бога, хлопот меньше, бегать меньше, если у него есть возможность. Все, зашли в банк. Все нормально, все хорошо. По какой-то причине в банке тормозится подписание договора ячейки. Возможно, там это специально сделано, чтобы вас так помурыжить немножко, чтобы вы там бдительность притупили немножко. И приезжает регистратор. Была такая сцена. Ну-ка, давайте быстро, у меня, соответственно, сегодня еще 5 клиентов. Вот здесь подпись, здесь подпись, здесь подпись. Быстренько давайте расписывай. Все, я побежал. То есть, в этой ситуации продавец подписал договор купли-продажи до закладки денег в ячейку. Дальше рассказывать? Или сами догадываетесь? Да, конечно, потом продавец побежит, как подорванный в этот же день, в Росреестр на Тульскую, если это для Москвы. Значит, отозвать регистрацию, никакие документы я на регистрацию не сдавал. Ну и ради бога. Пожалуйста. Кстати, тоже не так просто сделать. Делали тоже совсем недавно. Что нужно в срочном порядке было написать, правда, не при остановке, а в отмене как раз доверенности. Приехали на Тульскую в экспедицию в 17 часов 15 минут за час до окончания работы. А там говорят, а мы не принимаем сейчас заявления никакие. Сейчас только через МФЦ Даниловский. Вот идите в МФЦ Даниловский и там подавайте. А тут была совершена афера. Значит, реальная афера. Вы что, написали на этот вопрос? Нет, реально написали. Там было, кстати, заявление о возражении. Реально написали. Но клиент, которого обманули мошенники, он там просто скандал устроил. То есть его там уже охранников вызвали, его собирались выводить. Ну, все-таки, скажем так, приняли к сведению обстоятельства и приняли у него заявление. Кстати, в МФЦ Даниловский для перестраховки пошли. Ну, там до 8 часов, там нормально все работает. Ну, в любом случае, вот такие вот вещи имеют место быть. То есть, да, пусть бежит. А мы со стороны покупателя подаем иск о принуждении его, точнее говоря, о принуждении его в государственной регистрации. Он же подписал договор. Подписал договор. В договоре сказано 5 миллионов 0,7 от кадастры. Сказано 5 миллионов. Чего ты хочешь? Какие тебе 10 миллионов? Вот 5 миллионов в депозит суда. Все, подавись. Вот такая простенькая афера. Так что, пожалуйста, давайте нарисуем треугольничек. Значит, никаких хватай мешки, вокзал уходят. Значит, пока деньги не заложены в ячейку, значит, никаких, соответственно, подписаний договоров быть не должно. Это очень распространенная ошибка. Ну, что еще? Бывали случаи, редко бывали случаи, что можно сюда подвести. Это выхватывание расписки. То есть, опять-таки, мы с вами говорили, еще будем обсуждать этот вопрос о поводу расписок. Вот вы представляете интересы продавца. Продавцу предлагаете, естественно, написать расписку. Продавец пишет расписку всю полностью, своей рукой, все нормально. Продавец там, никакая не старушка божия, одуванчик, который там как-то трясущейся рукой что-то пытается написать. Вполне нормальный, адекватный там человек пишет расписку. Внимание, вопрос. Подпись сразу ставить или подпись ставить в момент окончания сделки получения обмена ключами? Нет, мы представляем сейчас продавца. В обмен на ключи. Да, правильный ответ в обмен на ключи, потому что теоретически у вас расписку могут выхватить, то есть просто подбежать и выхватить. Такие случаи были. И бывали случаи, несколько раз был случай, что расписку, ну не подменяли, вот ворох вот этих вот документов валяется, и там как-то эту расписку они, покупатели, щемили сразу. Были случаи такие. Так что лучше, конечно, подпись поставить, когда уже получаете ключик. Значит, тоже, высказательный знак, поменьше. А дату по поводу? Да, то, как договоритесь. Вообще, по умолчанию, окончанием регистрации плюс там один-два дня. А в ДМ просит день в день расписку с нее копию? Да, 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 просит, да, чтобы была она подписана. Ну тогда просто за ней, конечно, нужно очень тщательно следить, чтобы ее, то что называется, не по-тылили у вас. Ну это как раз разговор будет через два дня, то есть в четверг у нас будет тема, хотя мы ее открыто не объявляли, ну будет у нас, соответственно, тема, она будет называться дорожная карта сделки и, соответственно, систему безопасных расчетов. В четверг. Сейчас не будем подробно. Тут вот есть место еще, если хотите, вот стульчик здесь есть. В этот четверг, да? В этот четверг, то есть послезавтра. Ну не продолжение, мы немножко отвлеклись. Да, подумайте для себя, сделайте вот так вот, подумайте для себя. Я этот вопрос ставлю, как говорится, в дискуссионном порядке, потому что мне немного и в соцсетях, в пабликах обсуждается все это. А если у нас аккредитив или искров, нужно требовать с продавца расписку или нет? Ну вот, подумайте, мы еще раз этот вопрос обсудим. Но опять-таки, здесь более правильно, мы продаем или покупаем. Значит, если мы, соответственно, вот здесь местечко. Значит, если мы, соответственно, продаем, то вы совершенно сказали справедливо. Никаких расписок мы никому не обязаны давать. Но вот если мы покупаем, лучше все-таки соломку пустелить. В следующий раз. В принципе, можно и сделать. Ну, ладно. Обсудим. Давайте двигаться дальше по нашей теме. Следующее основание. Несоответствие сделки закону. Несоответствие сделки закону. 168.1 Распоримая. 168.2 Ничтожная. Только неправильно. Не они 1. Часть 1, часть 2. Неправильно я написал. 169. Ничтожная. Сейчас проверю еще раз. Да, 168.1 Да, 168.1 Примене. Все правильно. Все. 168.1 Испоримая. 168.2 Ничтожная. 169. Ничтожная. Несоответствие сделки закону. 168.1.2 168.2.1 Насчет того, что в тексте договора купли-продажи человек состоял в браке. А в тексте договора купли-продажи был указан, что человек в браке не состоит. Кто мне эту историю рассказывал? Ну да, среди вас нет. Наверное, кто рассказывал, не пришел. Вот является основанием признания сделки недействительной. Регистратор это пропустил. Прохлопал ушами. И причем, соответственно, это не заявление об устранении технической ошибки. Когда люди, соответственно, пошли, регистратору сказали, регистратор сказал, а вы, соответственно, приносите новый договор, переделывайте старый договор. А может быть? Ну вот, реальный случай, реальный кейс. Мы разбирали, если помните, там даже в коридоре стояли и разбирали, это реальный кейс. Гражданин состоит в браке, а в тексте договора, ну, по недосмотру риэлторов или по недосмотру там участника сделки, значит, указали, что гражданин в браке не состоит. А он состоит в браке. И там общие совместные. Значит, вот такие вот вещи. Да, это по формальным соображениям, это основание для оспаривания сделки. Потому что, да, были ущемлены такой фразой, ущемлены права, соответственно, другого супруга. А это со стороны продукции было? Ну, составили договор, подмахнули. Не читая, не глядя. Все. Вот такой случай. Это был продавец или покупатель? Это был продавец. А молодец. Значит, дальше что может быть? Так называемые полисемии в адресах. Умное слово. Полисемия. Полисемия, да. Полисемия в адресах. Значит, соответственно, существует такой же адрес. Точно так же недавно обсуждали в соцсетях. Значит, присоединили новую Москву. В Москве есть улица Советская. И во Внуково... А нет, да, Советская или Московская, какое-то такое простое название. И во Внуково есть улица такая же Советская. И там есть дом 25, и там есть квартира 12. И вот люди неправильно указали. Значит, город Москва, Внуково забыли указать. Улица Советская и далее по тексту. Значит, хотя в Росреестре был указан правильный адрес. Ну, им повезло, им сделку приостановили. Они говорят, а вот у нас адрес такой. Москва, улица Советская, дом 25, квартира 12. Город, то есть поселок Внуково не указано. Сейчас же это муниципальный район Москвы. Он уже давно муниципальный район. Не с 2012 года, а еще там очень-очень давно уже муниципальный район Москвы. Вот, полисемия в адресах. Ну, или сам... Нет, приостановка, все поправили, все нормально. Ну, регистратор увидел это. А так тоже, да, формально основание признания сделки недействительного. Ну, или у меня в практике был случай. Улица Макаренко, дом 8, корпус 2, строение 2, квартира 8. Строение 2 не указали, а там есть строение 1. И в строении 1 тоже есть квартира 8. Вот такой случай был. Так что, пожалуйста, очень-очень внимательно. По строительным адресам то же самое. Сами знаете по новостройкам, какие там строительные адреса бывают. Третья секция с угла там улицы риэлторов, пересечения улицы риэлторов и улицы пирамиды строителей. Значит, это все основания, да, формальные основания, но основания. Но это просто вот элементарная внимательность. Да, это оспоримости, да? Да, если не ничтожности, слава богу. Раньше, кстати, было ничтожности. С 13-го года вот их разделили, вот эта часть первая, часть пора. Значит, соответственно, ничтожность сказана очень хитро. Нарушение публичных интересов третьих лиц. То есть, если добросовестная ошибка, какая-то добросовестная ошибка, то есть, неумышленная ошибка, привела к нарушению публичных интересов третьих лиц. Единственное, где использовали, значит, во время ночей длинных ковшей. То есть, когда, соответственно, сносили вот эти ларьки, у них же у всех было свидетельство о праве собственности на руках, выданно государственной организации, хотя там публично заявляли нашей власти, что это коррупционные и прочее, 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 прочее. Что это оргпреступные группировки этнические строили, вплоть до этого заявляли. Ну, вот как раз лазейки находили именно по 168-й части 2-го. Значит, публичные интересы третьих лиц, под ним проходил трубопровод или там кабель, то, что называется, высоковольтный кабель. А это интересы третьих лиц, потому что этот высоковольтный кабель записан на соседний дом. А наличие этого ларька или там этого павильона быстровозводимого, пирамиды на Тверской, если помните, значит, не позволяет выполнить ремонт, и тогда там будет обесточен весь квартал. То есть, находили лазейку, и вот это вот основание было на самом деле. Нет, не то, что их там по беспределу ковшом сносили. Ну, вернее, сносили ковшом по беспределу, а потом уже задним числом все это находили все эти основания. Ну, ладно, редкий случай, так что пока видите нет. 169. Ничтожность. Значит, злонамеренное нарушение закона. Ну, это, естественно, подделка документов. В любом виде подделка документов, подделка правоустановки, то есть, неправильно я, неправильно сказал, не документов, подделка правоустановки, именно подделка правоустановки. установки. Конечно, если сделка будет совершена по поддельным правоустанавливающим документам, она ничтожна. Это понятно. Значит, другой случай. По дублигатам документов тоже можно подвести. Помните, мы с вами тоже обсуждали, еще будем обсуждать, что сделка завершилась, оригиналы документов по предыдущей сделке остались у продавца на руках. Вы их не погасили никак. Ничего там не написали, никакой там уголочек не отрезали. Остались у продавца. Продавец может несколько там авансов по ним получить, как минимум. А может, еще раз продать. Тоже ничтожная, естественно, сделка. Так что, такие ситуации бывают. И вот еще что обсуждали. Кстати, интересный случай. Тоже мы его обсуждали, если помните. Значит, согласие отдела опеки-попечительства, в котором сказано, одновременно отдел опеки-попечительства дает разрешение продать долю несовершеннолетнего ребенка с одновременном покупки квартиры в новостройке. по договору долевого участия в строительстве. Как с одновременным, как вы это сделаете? Вот объясните мне, как можно одновременно купить еще, соответственно, квартиру в новостройке подобного долевого участия в строительстве. Значит, самый известный нотариус, самый квалифицированный, я никогда под запись не называю, ни чьи имена, ни чьи фамилии, отказался совершать такую сделку. Ну, нотариусы известные, которые на Дмитровке. Эти люди переделали, переделали, все переделали, но могло же случиться, что опека там встала на упоры и могли сделать подложный. То есть, потому что Росреестр проверяет документы из опеки только по исходящему номеру. Вот в опеке есть исходящий номер, какой-нибудь там 7708, там 118, там 17. Вот только по этому исходящему номеру проверяют. Был ли выпущено такое, ну, естественно, разрешение опеки, это распоряжение главы муниципалитета, соответствующего района, а не опеки. Значит, и там бывали случаи, что, соответственно, бланк подделывали, он в сети напечатан, сделать можно, не проблема, номеронабиратель на обороте этого бланка барабанщика подделывается элементарно и привезли с формулировкой не одновременно, а в течение месяца. Формально это тоже подделка права устанавливающих документов, распойдет не по этой статье, по 171, извините, 173.1, значит, ненадлежащее получение разрешения государственных органов. Ну, сейчас до этого еще доберемся. 173. Да, сейчас проверю еще, я новые просто не все наизусть помню. Да, 173.1 принц, то есть 173.1. Сейчас доберемся до нее. Значит, ну что здесь еще? Конечно, однозначно двойники. Значит, по всем двойникам ничтожная сделка, причем ничтожная сделка с односторонней реституцией, до этого мы еще с вами доберемся. По лжерегистрациям ничтожные сделки. Значит, сделка не зарегистрирована, не прошла госрегистрация, значит, ну судится, но если, соответственно, смогут доказать в данной ситуации, что сделка не прошла госрегистрацию, то, конечно, эта сделка будет признан ничтожной. То есть просто на договоре купли-продажи поставили штампик, и по такому липовому документу вскрыли ячейку, продавец вскрыл ячейку. Конечно, это считается ничтожной сделкой. Так что здесь оснований на самом деле много, но как раз ровно через неделю, значит, следующий вторник, следующий четверг, два занятия, двойное у нас будет, экспертиза документов, самая наша, как некоторые почему-то наши слушатели, друзья в фейсбуке, говорят, чумовая тема. Причем пишут, чумовая с буквы А посередине. Чумовая. Ну ладно, это еще все впереди. Значит, давайте к нашим баранам. Мнимая притворная сделка. Мнимая притворная сделка. Значит, статья 170 ГК. Мнимая притворная сделка. Она ничтожна. То есть это ничтожность сделки. Вот давайте разберемся, что у нас в статье 170. Мнимые сделки. Притворные сделки. Оснований очень много. Значит, мнимая сделка, это сделка, совершенная только для виду, без создания каких-либо юридических последствий для сторон. Ну, притворная сделка, это сделка, совершенная с целью скрыть другую сделку, которая по отношению к притворной является подлинной. Значит, и мнимая и притворная сделка, если это удается доказать, считаются ничтожными, и суд применяет последствия ничтожности мнимой или притворной сделки. Ну, давайте по порядку. Так, первая мнимая сделка. Оформление на подставного. Оформление на подставного. Ну, оформление на подставного, это, конечно, у нас больше к теме борьба с коррупцией. Потому что, естественно, государственные служащие, особенно если там высокого ранга, не будет свою там очень дорогую недвижимость оформлять на себя или на каких-то там граждан, которые являются его близкими родственниками. Оформят на подставного. Ну, когда этот государственный служащий выпадет из обоймы, то есть, как это там называется, будет не все там нести еще на более высокий уровень и выпадет из обоймы, его там, условно выражаясь, арестуют. Конечно, выяснят, что именно он проживал в этом особняке. А этот особняк там оформлен, условно выражаясь, на его водителя или на его телохранителя. Что с водителем будет? Вызовут его. Даже вызовут там неизвестно. Может быть, и в полицию, а может быть, и в ФСБ вызовут. И просто скажут, ну-ка, мил человек, сколько там у тебя была зарплата? Сколько тебе платили? На какие-то там деньги особняк за условно урожай 100 миллионов долларов ты купил? Ну-ка, давай кались. Иначе пойдешь, как Ходорковский, за его неуплату налогов. Минимум на 10 лет лишения свободы. Ну, в любом случае, понимаете, о чем идет речь. Конечно, по иску прокуратуры такая сделка будет признана ничтожной. Типичная мнимая сделка. Переоформление на подставного. Переоформление. А вот это уже касается любого из нас. Не дай бог, не дай бог. Сегодня едете, поехали, кто на машине приехал, скользко, гололед, на пешеходном переходе сбили человека. Без разницы, насмерть сбили, там тяжелые, тяжкие, интересные нанесли. Конечно, потом, соответственно, все лечение этого гражданина, а лечение у нас стоит недорого, навесят на вас. А у вас есть какое-то дорогое имущество. И вы завтра же, зная, что вам грозит, идете и быстренько делаете договор купли-продажи дарения, принадлежащую вам недвижимость, переоформляете на подставное лицо. Даже не на членов семьи, на лучшего друга, на лучшую подругу. Бесполезно. Значит, когда, естественно, дело дойдет до суда... Если с задним числом. С задним числом? Ну, можно, конечно, сделать с задним числом, можно сделать с задним числом, но в прокуратуре-то, в общем-то, тоже сидят не дураки. Они отлично понимают... То есть, экспертиза будет, да? Ну, нет, ну, экспертизы, конечно, не будет, но, опять-таки, возникает вопрос, почему у вас договор был подписан условно-желез 1 ноября, а на регистрацию вы его сдали вот только 29 ноября. Ну, теоретически возможно. Теоретически возможно. Но, соответственно, если вы сделаете все это неправильно, то, конечно, по иску прокуратуры или по иску, соответственно, адвоката, представляющего интересы потерпевшего, конечно, эта сделка будет признана, значит, типичной и мнимой, что вы, зная о том, что вот совершили такое уголовно-наказуемое деяние, за которое могут, соответственно, ну, не это, конечно, конфисковать у вас имущество, или вот вы должны выплачивать какие-то большие, соответственно, денежные суммы, так называемые деликтные обязательства. Значит, вот вы взяли и избавились от всей принадлежащей вам недвижимости и транспортного средства тоже заодно. Конечно, такая сделка считается мнимой, понятной. Нет, моменты, естественно, подписания договора, но, как я уже говорил, в прокуратуре тоже сидят не дураки. Ладно, давайте дальше. Любая муниципальная сделка, продажа муниципальной квартиры. Помните, мы с вами рассматривали случай через регион, через фиктивный брак, через сводного брата и прочее, прочее, прочее. То есть муниципальная квартира продается, но она же муниципальная, ее же нельзя продавать. Она же оформлена гражданина подобного соц. найма, а он ее пытается всеми кривыми способами продать. Если поймают, ну, чаще всего стуканут соседи, особенно если это комната в коммуналке, что вот продали муниципальную комнату левым каким-то кривым путем, значит, напишут в ту же самую прокуратуру, то, конечно, в данной ситуации все основания признания этой сделки мнимой все налицо. Сделка будет, естественно, ну, не признан ничтожной. Будут применены последствия ничтожности сделки. Так, еще и редкий случай, но иногда встречается, просто имейте в виду, в коммерческой практике. Обременение залогом. Антирейтинг. То есть анти... Анти... То есть муниципальная, давайте напишем. Антирейтинг. Антирейтинг. Защита от рейдеров. От рейдеров. Значит, какая-то коммерческая структура, ну, та же самая там, да ладно, даже на физике оформлено, на физическое лицо, значит, оформлено какое-то крупное, дорогое, нежилое помещение. Собственник боится, что придут рейдеры. Для этого, зная там, как-то более-менее, в любом банке, даже в небольшом банчке, там, какого-нибудь руководителя на уровне зампреда и выше, говорит, давай я у тебя возьму фиктивный кредит. Оформил кредитный договор, я его быстро погашу кредит, а залог мне не снимать. Пусть висит в залог. Если вы так сделаете, это типичная мнимая сделка. На самом деле. Но почему залог? Нет, залог, то есть, у нас, если, соответственно, полностью обязательства по кредитному договору выполнены, значит, и не снят залог, это основание применения последствий ничтожности мнимой сделки, потому что это было видно, что, конечно, это был технический кредит, чтобы вот так вот. Если не доплачивать мизерную сумму. Это можно, да. Это можно. То есть, тут есть лазейки, но рейдеры, кто занимается, как говорится, слиянием поглощениями, рейдерскими захватами предприятий, они эту лазейку знают. Вот это как раз основание для признания сделки мнимой. Дальше, притворный. Ну, классика жанра дарения вместо купли-продажи. Дарение вместо купли-продажи. Ну, вы, наверное, знаете, это у нас делается для обхождения ППП. Ну, может быть, конечно, теоретически дарение вместо купли-продажи и просто совершено, но это с точки зрения налогов невыгодно. Дарение вместо купли-продажи. Значит, несоблюдение процедуры ППП, тот уже в явном виде. ППП это отказ от преимущественного права покупки. Значит, вот сосед, один из соседей, вот его просто нет. То есть, вручить ему нотариально заверенную оферту по определению невозможно. Никто не знает, где он. Он не числится пропавшим без вести. Просто никто не знает, где он живет. Куда оферту отсылать? Если он явится, у него возникает тот самый трехмесячный специальный срок исковой давности о признании, о переводе на него прав обязанности покупателя. А у вас не вышел налоговый период, вы не можете соответственно указать стоимость этой доли, рыночную стоимость. Вы делаете занижайку там. Ну, представьте себе, вот что делать? Дарение. Да, оформляем дарением, но если сосед явится, и он сможет доказать, что дарение было притворная сделка, такая, естественно, сделка является ничтожной. Микродоли тоже знают по этому поводу. То есть, с микродоли тут номер уже не пройдет. Микродоля будет тоже признана притворной сделкой. Точно так же. Значит, дальше. Оформление боковых сумок. Боковик. Значит, рынок у нас квартиры 10 миллионов, в договоре 5 миллионов. 5 миллионов 0,7 от кадастро. Ну, по современному. Можно по старым правилам там 1 миллион даже указать. Ну, сейчас такое редко. например, там было... Нет, боковик это относится к притворной. Нет, это колоночка вот так вот у нас вверх вот так вот. Ну, вы, наверное, знаете, мы еще даже сегодня, наверное, успеем, значит, все формы оформления боковика разберем. Значит, вы знаете, расписка, соответственно, обязательство выплатить денежную сумму, соглашение неотделимых улучшения, договор неотделимая сделка. Пишите все, что хотите и обязательство пишите. Ну, договор займа с особыми условиями тоже пишите, ради бога, пишите. Ну, а соглашение неотделимых улучшений на 5 миллионов в какой-нибудь там недорогой квартире. Вот покажите, где 5 миллионов. Нет, конечно. Ну, вернемся к этому вопросу. Ну, в принципе, квалифицированный адвокат, любой из этой вот пяти вещей, о которых мы сейчас с вами говорили, которые на практике у нас используются, любой квалифицированный адвокат уровня той же самой Самохиной Ольги Николаевны или же там уже Сухова, значит, все это, конечно, камня на камне от этого не оставят. Все это разобьет все ваши вот эти боковые финтифлюшки. Как делать, это отдельный разговор. Вернемся еще к нему. Чуть позже, да? Ну, просто имейте в виду, что это вот как раз классический пример мимой сделки. Значит, нецивилизованный заем, нецивилизованный заем. Ну, вы знаете, сейчас в МФО, мы это на прошлом занятии разбирали, в МФО, в микрофинансовых организациях иногда обманывают клиентам, им даже подпихивают договор купли-продажи с правом обратного выкупа. Но чаще всего подпихивают им соглашение об отступном, задним числом, естественно, то есть передним числом подписано. Это вот сюда, к притворному. Значит, нецивилизованный заем МФО, но я напишу просто МФО. Значит, нецивилизованный заем МФО. Значит, это тоже, на самом деле, типичная притворная сделка. Значит, если жертва МФО, у которого МФО, значит, или ростовщики, даже в более широком смысле, то что МФО может через физиков это все делать. Не только МФО, как юридическое лицо, контролируемое формально Центробанком, оно это все через физиков может сделать вот эти все вещи, через аффилированных физиков. конечно, если квалифицированный адвокат, он все-таки жертву МФО может, как говорится, спасти, отбить вот эти вот все их незаконные требования. Потому что основание, да, это типичная притворная сделка. Потому что основная сделка, конечно, была у него все-таки заем. Значит, вот такие вот особенности мнимых и притворных сделок. Значит, видите, много всевозможных случаев, они часто у нас встречаются, с боковиками очень часто встречаются. Все зависит, скажем так, от квалификации адвоката и от, скажем так, ну, давайте назовем вещь так своими именами, порядочности и неангажированности судьи. Вот эти вот все вещи. Хотя, редко. Дальше. Пороки дееспособности сторон. Стираем. Пороки дееспособности сторон. Пороки дееспособности сторон. Значит, что у нас сюда попадает? Полностью недееспособные граждане. Полностью недееспособные граждане. Статья 171 ничтожность. статья 177 2 оспоримость 177 2 отдельно сейчас разберемся значит 171 ничтожность 177 2 оспоримость полностью неспособные граждане 177 1 в отношении которых было решение суда о признании их недееспособными а вот 177 2 оспоримая сделка что и впоследствии признание способны но как и торма дальше поехали малолетние малолетние редко конечно просто напишем 172 ничтожное несовершеннолетние ну напишу несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет соответственно 175 оспоримая несовершеннолетние формально несовершеннолетний участник сделки должен явиться и сам подписать договор соответственно иногда это забывает сделать иногда регистрация пропускает это но здесь кстати по всем этим статьям есть одна ссылка очень интересная насчет того что если эта сделка совершена к выгоде недееспособного малолетнего несовершеннолетнего то суд может не применять последствия ничтожности сделки эту сделку не оспаривать то есть если удастся заказать что сделка была совершена к выгоде несовершеннолетнего например что-то там с опекой на меня даже не с опекой намудрили вот формальное основание что несовершеннолетний у нас не подписал договор ну соответственно продали там комнату где они жили в коммунальной квартире у него там была доля несовершеннолетнего окупила семья отдельную квартиру конечно это к выгоде несовершеннолетний и конечно то до основание для спорился такой сделки нет дальше ограничены дееспособность ограничены дееспособность статья 176 по ограниченным дни способным а спарим и я сто семь семь два раз варимость то есть ограничено дееспособная 5 и 176 есть решение суда о соответственно ограничение дееспособности гражданина с учетом того что он употребляет спиртные напитки злоупотребляет наркотические там токсические вещества кстати скоро уже наверное интернет зависимости уже будет зависимость от соцсетей значит игроманы уже есть такой термин кстати даже сюда попадают игроманы не только которые играли в казино или в рулетку а те кто дома сидит и в танчики играет круглые сутки родственники его тоже могут признать ограниченный дееспособность что нет ну в реальности если то что он сидит играет в танчики ну конечно играет в танчики на деньги не без интереса на деньги играет в танчики или там в преферанс или даже в шахматы онлайн и постоянно у него уже синдром игромании то конечно близкие родственники покупки к сожалению никак здесь соответственно он признан уже не дееспособным то есть извините ограничено дееспособным а вот эти вот два случая очень печальных случаях по 77 2 значит его верней сделку можно оспорить это уже после того как она была совершена и этого гражданина признали ограничено дееспособным значит вот даже там через несколько лет нет тут и тут мы не про ребенка говорим мы тут говорим про абсолютно взрослого человека ограничено дееспособного то есть вот представьте себе сейчас гражданин абсолютно нормальный адекватный прошел год-два он соответственно оказывается алкоголик вот сейчас в тот момент когда мы с ним совершили сделку он но нигде у него как говорится на фейс не написано что он алкоголик или что он наркоман или что он играет в танчики на деньги через два года его признали ограничено дееспособным на этом основании после признания его ограничено дееспособным на этом основании 1772 по иску опекуна то есть извините здесь не опекуна а попечителя значит можно оспаривать сделку которая совершил вот в том-то и дело это кстати это кстати у нас появилась на самом деле это у нас появилась только с 1 марта 15 года то есть это это реально засадок то есть вот работы уже да вот уже работаем много лет в этом отношении в этом в этом направлении вот даже не знаем что делать то есть это реально засадок что пока никак не придумали как это сделать даже экспертизу а почему экспертизу сожалению не могу ответить на вас вопрос ну а давайте этот блок закончим значит 177 и 1 то есть часть 1 177 часть 1 значит здесь что у нас сейчас еще раз уточню на 177 177 часть 1 все правильно это у нас тут вот это я неправильно писал часть 2 177 часть 2 177 часть 2 значит 177 часть 1 совершение сделки гражданинам которые соответственно не не был способен понимать значение своих действий руководить ими не был способен понимать значение своих действий руководить ими ну на самом деле здесь это как говорится уже лет 20 если не больше имеет место быть ну самые известные схемы травма головы сейчас разберем ее третьей степени алкогольного опьянения реже встречается тоже сложно доказывать нервное потрясение какое-то нервное потрясение и тоже редко используется болезненное состояние ну болезненное состояние в основном соматическое это редко значит на практике чаще всего и проще всего реализовать аферу это травма головы делается элементарно на сразу имеете виду давайте нарисуем треугольничек треугольничек это у нас внимание значит имеете ввиду реклама на объект подается не точно на этот адрес то есть у нас электрозаводская 29 строение 1 а реклама подается 29 строение 2 для примера или там дом там дом 30 правда корпусов нет значит в доме 30 квартира у вас который вы реально смотрите на 6 этаже а реклама подается на 7 этаже и фотографии подставлены немножко другие не те которые там на самом деле подставлены где-то фотографии это первый звоночек второй звоночек клиент с вами как с риэлторами или даже если вы оппоненты по сделке с риэлторами со своим риэлтором никакой договор не оформлял вообще никакого договора нет по целому работ без договора я честный человек мне некого обманывать мне вас порекомендовали тоже порекомендовали как хорошего честного человека вы честная честный давайте дружить ну вот типично вот этого мошенническая манипуляция и третий случай сделка совершается без аванса то есть нет доказательств что человек заранее планировал совершать эту сделку вообще нет никаких доказательств ну без аванса он говорит ну опять-таки честный человек я вам верю зачем там какой аванс за ним нужны я не буду брать чужие деньги которые мне еще пока не принадлежат тут может сказать да я их пропью условно рожайзер там потрачу на что-нибудь а потом мне их отдавать назад и прочее 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 не отдавать в пятницу выходим на здесь не пятницу ладно среду выходим на сделал вот сегодня вторник следу выходим завтра выходим на сделку я готов у меня все документы что дальше а нет в начале я правильно сказал в пятницу выходим на сделку сейчас выпал снежок на улице сегодня вечером он якобы идет или завтра утром желательно чтобы там какая камера еще была и вдруг упал подсказнулся упал головой ударился там бордюр а поребрик лежит ну естественно рядом с ним идут двое подставных его соучастники вызывают скорую да вот человек упал не может стать приезжает скорая его везут в больничку он оживает от госпитализации отказывается это его полное право пишет заявление что он отказывается в госпитализации его пера пропуская через электронную базу вот это вызова врача как и там егэ и снда не помню как она называется ну вот если вы в муниципальной поликлинике записывайтесь у врача вам эсэмэс как не оброшу приходит вот это вот егэ 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 все его проводит через базу на следующий день то есть завтра он идет свою районную поликлинику все симптомы даже не сотрясение мозгу ушиба мозга все его научат там в глазах там мушки какие-то бегают там рука одна трясется голова болит кружится на госпитализацию не этот госпитализации отказывают его право него не могут насильно госпитализировать он же не буйный пятницу выходит на зим дальше рассказывать даже все понятно всего потом когда уже сделок совершается причем деньги получает не сам деньги получают по доверенности это отдельно песня ячейка оформленная на близкого родственника отдельная песня все а потом говорит вот тут как говорится меня куда привели я подписал какие-то документы окажется я квартиру продал я не собирался куда ангажированный судья этому верит ну судью хорошо ангажировали то же самое третья степень ну третья степень сложнее на самом деле где-то вот пишут иногда всевозможные риелторские байки риелторских баек же много у нас типа того что гражданин вот совершил сделку или там утром условно совершал сделку потом немножко отъехал выпил стакан его гаишник остановил повезли его на продувку а он уже там из машины вываливается не так это делается на самом деле значит на самом деле гражданин может день в день может заранее сказать я могу присутствовать на сделке два часа то есть вот давайте на 9 там банк открывается но вот полодинства мне надо уехать тоже начальник не поручила обязательно встретить соответственно в аэропорту то иностранную делегацию или мне на дачу приводят стройматериалы или мне там надо маму забирать из больницы то есть я нахожусь на сделке там час-полтора ну естественно вы как люди цивилизованные вы должны знать что есть такой начинается разговор сделку надо переносить на следующий день то есть участники сделки должны быть в этот день полностью свободны чтобы ни у кого не было никаких планов потому что извините продаете там не корову там не бублик не кофточку не дырку от бублика продаете квартиру так что давайте оставим все планы чтобы никаких планов у нас не было ну вот если вы его отпустили опять-таки да деньги из ячейки ты как ну вот брат придет на брата я оформил доверенность он там все подпишет вот давайте где там договор подписывать все я побежал все дальше рассказывать значит были случаи когда муниципальная скорая помощь ему ставила капельница с физиологическим раствором со спиртом прямо вену сейчас муниципале это никогда не сделает но у нас есть коммерческие скорые которые занимаются вытрезвлением точно также стоит эта машина за углом якобы он тут валяется в канаве якобы вот так какие-то сердобольные люди подняли погрузили в эту машину значит в 10-30 он вышел из банка в 11-15 наркологички в наркологии третьей степени алкогольного опьянения абсолютно никакой причем все нормально то есть ему просто пока его везли ему поставили капельницу это не с водой не с водкой естественно там надо рассчитать пропорции все правильно знает как это делать все в 11-15 полностью никакой хлам камера в банке до подключает камера в банке не в каждом банке камера так что здесь все делается правильно так вот это вот реже встречается уже сложно сделать чаще всего травма головы значит пожалуйста имейте ввиду значит то что мы говорили ночи если без аванса без договора квартира рекламировалась по другому адресу мне нужно срочно убегать и прочие вот такие вот вещи это вот может быть вот это это соответственно да это оспоримая не написал пари мы не этот какая ничтожная оспаривать на все докажут на даре несоответствие воле изъявления подлинной воли соответствие более изъявления подлинной воли статья 178 кстати в новой редакции она совершенно другая по сравнению с тем что было раньше вот 13 года новой редакции она стала очень большая эта статья и все перечислено по пунктам прямо перечислено что суда попадает так что внимательно почитайте даже если у кого сейчас есть технические устройства прямо сейчас посмотрите перерыве может смотреть 178 на совершение сделки под влиянием существенного заблуждения классика жанра что суда попадает под 178 приватизационные хвосты они же отказники они же отказники приватизационные хвосты человек отказался от участия при приватизации при продаже квартиры подает из именно подает из признание приватизации недействительной об оспаривании приватизации потому что естественно в этой ситуации продажи квартиры где он зарегистрирован и когда-то имел право на приватизацию значит приведет к тому что он останется без жилья это действительно что то есть он совершать давал отказ от приватизации существенно заблуждался по сути вот этих возникающих правоотношений да пожалуйста говорили уже об этом вы наверно в тот раз не были до говорили так называемый четырех частная страшилка на жаргоне я такой-то такой-то добровольно отказался от приватизации мне известно о продаже квартиры там моим братом условно выражаясь это не является ущемлением моих жилищных прав я обязуюсь снят с регистрационного учета по этому адресу и встать на регистрационный учет по другому адресу нотариальная страшилка нет это не спасет начну кто ходит к самохину или николаву на занятиях она рассказывает как надо в этой ситуации делать надо делать возмездный договор хотя бы на символическую сумму тысяч на 100 чтобы возмездному договору то есть он фактически оценивать свое право приватизации там 100 тысяч рублей можно трехсторонний кстати сделать продавец-покупатель хвост один год тоже можно да ну по доверительному управлению редко нет были были случаи по доверительному управлению там опять-таки да там расторжение договора доверительного управления или расторжение например договора аренды или там договора найм ну что по доверительному управлению продать собственность кому нет здесь возмездные договоры если соответственно собственник один собственник один то можно в простой если отказников 2 но у них же нет доли то есть в законе 172 фс которые печально известны от 2 июня да можно ппф да ну главное чтобы он возмездный был быть символическую какую-то сумму 2 1 ну сейчас это очень долго рассказывать да это просто да ну просто имейте ввиду что здесь нужен возмездный договор с хвостом а иначе хвост в любой момент он сохраняет право пусть что до расписку обязательно если у отказника есть собственность то его все равно нет уже нет потому что это право пользования да конечно дальше рента пожизненное содержание сождевение то что мы с вами говорили в самом начале с бабушкой был заключен договор ренты 10 тысяч рублей и все значит пришли лихие люди к бабушке и сказали и бабули будем тебе сразу платить 20 еще тебе соответственно разместим на счете чтобы ты еще там депозиты имела то есть миллион триста маке еще то хороший фан положим на счет еще 7000 больше мить вместе просторгается естественно договор особенно не ренты в чистом виде а договор пожизненного содержания сождевения но расторгнуть гораздо легче чем договор ренты на самом деле потому что конечно судьи судьи всегда верят несчастной бабушки которые говорят что я рассчитывал совсем на на одно а здесь совсем все по-другому помните он расторгается ладно нет он он оспаримый это распаривать его на пола нет но вы наверно знаете известная старушка разбойница она все-таки сейчас покинула мир иной который четыре раза старушка разбойницы ее знает с улицы вавилова с улицы гарибальди это был угловой дом его кстати снесли гарибальди 13 него был адрес у этого дома угловой вавилова и гарибальди бабушка четыре раза признавала договор пожизненного содержания сождевениями действительно что да естественно ее право но нет ну на самом деле на самом деле это отдельная песня значит то будем мы ее разбирать через неделю но реально бояться надо где-то год потому что могут появиться наследники но это не на это по-другому делается не через это делается это делается по-другому там как раз признаки ничтожности и там прокуратура это будет соответственно делать расскажу как это делается это делается так давайте соответственно двигаться дальше значит дальше расприватизация расприватизация ну аферы считать расприватизацию конечно не надо но гражданин у которого квартира в собственности по приватизации в порядке приватизации в прошлый раз или какие-то прошлые разы мы с вами об этом говорили может соответственно оспорить эту сделку значит что приватизацию он совершил под влиянием заблуждения меньше существенное значение сейчас пришел налог а этот налог не платить не по карману сейчас взносы за капремонт а у меня нет денег и мне нечем платить за капремонт вот этот взрос то есть кто у нас если у нас муниципальные квартиры граждане же освобождены и от налогов и освобождены от взносов на капремонт там еще определенных позиций вот переведите квартиру в муниципал все это вот это основание 178 далее сезонное состояние квартиры сезонное состояние квартиры реальный кейс значит семья проживала в краснодаре хорошем климате причем делали натуральную мену квартиры в краснодаре на квартиру в санкт-петербурге значит делали потому что там семье но там семья была неполная то есть мама и двое детей старший сын соответственно поступил военно-морское училище в санкт-петербурге и они сделали мену краснодар на санкт-петербург но младший сын страдал астмой а в петербурге зимой осенью условно урожаясь погода сами знаете какая и дом квартиру квартира там на стене оказывается начал нарастать грибов это было основанием что договор признать договор мены квартиры в краснодаре на квартиру санкт-петербурге значит оспойте этот договор потому что они заблуждались о характере значит проживание в этой квартире что там вот грибок неподходящий климат ну грибок вскрыли естественно его там замазали условно выражать а зимой он начал расти а сделку они совершали лет да значит сезонное состояние квартир значит еще кстати давайте нарисуем восклицательный знак вот здесь нарисуем говорили уже об этом еще поговорим значит для квартир дома не рассматриваем с домами это очень спорный вопрос потому что сейчас конечно покупатели на дома нет и собственники домов готовы на любых условиях только чтобы у них дом купили по квартирам категорически не рекомендуется пускать в квартиру пожить нового собственника до подписания некоторые идут на поводу все тип того что все вот у нас право перешло да да пустите меня пожить я там готов даже платить приходит в квартиру а там скрытые недостатки значит например вот реальный как раз кейс естественно хозяев новому собственника об никто не говорил этажом ниже живет псих который в два часа ночи начинает стучать металлическим предметом по батареи днем он спит а ночью он каждую ночь стучит по батареи металлическим предметом он псих вот он стоси я уже стер 171 как говорится часть 1 он псих все это соответственно до существенный недостаток квартир и это были основания для оспаривания нет нет после подписания это гораздо сложнее сделать но если он не подписал акт вы же как представитель покупателя значит до договору на считается не исполнен его там можно оспаривать соответственно ну есть пути как его оспаривать но если он подписал акт теоретически это тоже возможно потому что питер на краснодар акт естественно был подписан но там было в явном виде в эту сезонность а тут этот псих видите существенный недостаток да это может быть да ну просто к чему разговор что пока акт не подписан пускать вот сюда вот кого-то но не надо так ну давайте коротко соответственно 179 тоже оспоримая совершение сделки под влиянием обмана насилия угроз кабальная сделка за намеренное соглашение сторон то есть если почитать статью 179 перечислено очень много всего но на самом деле большинство не работает слава богу значит так совершение сделки под влиянием соответственно обман и насилия обман у нас это будет статья 159 у к мошенничество насилие чаще всего это будет 163 у к вымогательства соответственно заявить можно все что угодно гражданин может заявить вот соответственно меня там похитили злые люди привезли куда-то приставили пистолет к виску сказали подписывай вот я и подписал реальный кстати был кейс значит говорил так что меня завели в какое-то там помещение я смотрел альтернативную квартиру меня куда-то завели в какое-то помещение значит там приковали чуть ли там не наручниками батареи и открыли соответственно чемоданчик в котором были хирургические инструменты и сказали мы тебя сейчас резать я испугался меня переклинило я подписал все что мне сказали нет это простой письменный договор купли-продажи в простой письменной форме до его квартиры что нет доверенность никакой не было потом да потом в данной ситуации это все можно было по 165 понуждение государственной регистрации подписал договор это же его подпись докажите что его там приковали к батарее и какой-то там чемоданчик это был не мой чемоданчик откажи невозможно доказать не работает не работ нет не работает в данной ситуации вот это весь бред то есть если будет конечно возбуждено уголовное дело шансы какие то есть но очень небольшие любую любую конечно конечно в том-то и дело что любую можно да что мне там как говорится приставили пистолет к виску или сказали что если ты не подпишешь договор то ты через неделю получишь по почте там голову отрезанную голову твоего ребенка ну это уже страшилки из 90 но и даже в 90 это не работал а вот кабальная сделка теоретически возможно значит сделка совершенная на крайне невыгодных условиях помните мы с вами говорили частный случай рассматривали ремонт за счет агентства совершение ремонта в квартире за счет агентства значит агентство за свой счет сделано ремонт в квартире вот здесь вот хозяин пришел бы о какой замечательно здесь все стало я не буду продавать квартиру до сколько там я должен ну не беспокойтесь я заработаю деньги сейчас у меня денег конечно нет собой ну когда заработаю там когда рак на горе свистнет я с вами обязательно рассчитает и я вас везде буду рекламировать какое замечательное хорошая агентство какой мне замечательный сделал ремонт но мы с вами говорили договор бытового подряда со сметой соответственно с актом о выполненных работах и прочее 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 говорили что такое кабальные сделки кабальные сделки по таким договором трехкратное превышение то есть нельзя если мы здесь вот реально не в этом помещении скажет дороже в квартире там потратили 200 тысяч на ремонт писать миллион в смете потому что конечно это типичная кабальная сделка а вот соответственно где-то с поправочным коэффициентом там 2528 то есть мы 200 тысяч потратили и написали в договоре 500 500 тысяч в смеси составили смету 500 тыс тогда все нормально ну кстати кабально можно теоретически отнести золотые унитазы соглашение неотделимых улучшениях какие тут вот по соглашению неотделимых улучшениях ремонт на 10 миллионов вот где вот покажите где здесь ремонт на 10 миллионов книги мне пальцы а в соглашении неотделимых улучшениях ремонт на 10 миллионов вот здесь вот вот в этом помещении ну боковики сейчас в конце еще обсудим ну боковики кабальность бывали случаи бывали случаи подавали иски но здесь наоборот все судьи знают что это такое конечно вы искали большинстве было отказано ну и наконец то самое хорошо нам известная скрытка значит перекуп адвоката и прочее 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 то есть риелтор или юрист покидает своего клиента и совершает дело сделку в ущерб его интересу это тоже сто сезон это тоже соответственно 179 но доказать невозможно значит решила reelter до решил reelter взять скрытку причем к рыбку такую довольно таки большую который попадает крупный размер если скрытка попадает под крупный размер это у нас крупный размер вы помните после не говорили и 250 тысяч рублей на 50술 150 и то скрытка под крупный размер с крупного крупный размер попадает под статью 165 н.к. там конечно символическое наказание там ничего страшного в реальности нет но соответственно это уже уголовное дело и скрытка и перекупка юриста перекупка адвоката естественно это все вот попадает сюда а в гражданском судопроизводстве это попадает под 179 если конечно удастся доказать факт скрытки злонамеренное соглашение сторон злонамеренный сговор ну ладно не буду рассказывать давай нет нет ни одного случая привлечения к уголовной ответственности риэлтора за скрытку я вам назвать не могу не знаю что до 250 больше рисковать не надо ну точно так уж как мы на прошлом занятии или на одном из прошлых занятий говорили с вами что до 250 любые расписки там о принятии аванса и прочее прочее то есть то что вы пишете расписку там за что-то лично от себя до 250 потому что уголовку могут так повернуть дело что вы будете видоваты по 159 части 3 если будет больше 250 а это уже можно в принципе теоретически теоретически если не защищаться и не платить хорошему адвокату можно и на срок на работу значит сейчас пришло время перерыва послушайте перед перерывом несколько объявлений александр сфотографируйте пожалуйста до нас ну еще раз и еще раз чтобы когда-то нет что у нас да все пришли александр там просто сфотографирует нас еще раз полтора часа нет полтора не запускайте скажите какую кнопку запустить значит так продолжение темы номер 82 у нас по учебному плану эта тема значит признание сделать недействительными на сейчас у нас дело дошло до следующего основания признание сделать недействительными это представительство ненадлежащее представительство во всех остальных схемах мы вроде бы совершали сделки но или участники естественно совершали сделки от своего имени своими как говорится силами сейчас мы приглашаем представителей вот давайте разберемся с представителями наш первое основание новая статья 173 1 прим оспоримость получение необходимых согласий то есть совершение сделки без необходимых для этого согласий значит согласие могут быть какие согласие супруга согласие или точнее говоря отказ соседей от преимущественного права покупки отказ это тоже согласие только наоборот и соответственно согласие на проведение сделки опеки опека ну частично мы всего этого уже коснулись помните мы об этом говорили что принесли поддельное разрешение опеки значит фразу от одновременно сделали на фразу с последующим в течение одного месяца поддельное значит росреестр это не проверял проверял только соответственно по одной надписи а в течение месяца не сделали пришла прокурорская проверка и вот не исключено что прокуратура может подать соответственно иск о признании согласия согласие недостоверным или там несоответствующим действительности потому что естественно в муниципалитете в архиве номер такой же но текст отличается чем тот который предъявлен в росреестр значит конечно да это будет основание ну или что-то с опекой намудрили но это далеко не в каждой опеке такое сейчас возможно но теоретически это возможно значит твою опеку там сотрудников опеки немножечко то что называется там простимулировали и они сказали а вы на альтернативную сделку просто с любой другой квартиры принесите копии и там сканы ну конечно и так не скажут ну сделайте принесите нам хоть чего-нибудь чтобы было у нас в архиве лежало что якобы пришел покупал самый отец там или мать ребенка или защита законные представители и показали там тоже самое свидетельство или выписку из егрн где сказано что в альтернативу купили альтернативу не купили ну это уже конечно уголовное дело но теоретически такое тоже возможно что ну сейчас нет да я с вами согласен несколько лет назад кажется бомбы замедленного действия такие были залога да для прокурора вот придет прокурорская проверка и начнет их там по полной программе вот точно так же хоть мы перескочили через мать кап почему я его так называю мать кап с мягким знаком знаете сколько год назад крови попортили люберецкая прокуратура значит что было какая ситуация двухкомнатная квартира значит ипотека гасилась мать капом естественно родители дали нотариальное заявление наделить детей не наделили погасили ипотеку квартиру продали ну вот вот то о чем говорили значит в пенсионный фонд пришла прокурорская проверка вот не повезло покупателю этой квартиры просто не повезло влюбивцев пришла прокурорская проверка и нашли вот это обязательство так подать сюда тяпкина ляпкина значит где доказательство что они наделили детей они не наделили детей прокуратура возбудилась вызвала покупателя будем оспаривать сделку как хотите а самое главное что с согласия опеки то есть тут пенсионный фонд опека прокуратура и два участника сделки продавец и покупатель значит согласие опеки они купили правда не в люберцах в котельниках трехкомнатную квартиру большей площади все нормально все хорошо но там тоже детей не наделили ну после очень долгих боданий вплоть до того что выходили в госдуму в комитет по законодательству с этим случаем и прокуратура московской области очень долгие были бодания ну то есть вот это один из случаев которые я говорил сколько стоит как говорится один рубль работы риэлтора он может отличаться по стоимости пять раз то есть это был такой колоссальный труд чтобы вот это все провернуть ну в конце концов прокуратура соизволила вы наделите в большей квартире детей по одной четвертой доле а формально нет оснований для этого причем покупатель зная что ему предстоит покупатель двухкомнатной квартиры который купил он сказал да давайте я в бюджет этой несчастной 453 тысячи заплачу отстаньте только от меня я откуплюсь нельзя 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 бюджет нет но после погашения конечно да то есть вот это прецедентная практика так можно если купил больше там наделите да ну это все вскрылось именно в результате прокурорской проверки ну ладно давайте к согласиям вернемся значит ну насчет ппп мы с вами уже говорили значит если согласие оформлено недлежащим образом конечно эта сделка оспаривается там есть специальный срок исковой давности всего лишь 3 месяца перевод прав и обязанностей на покупателя на ущемленного участника общего долевой собственности ну и насчет супруга ну вы знаете что согласие супруга при покупке сейчас не требуется хотя желательно его брать если возможность есть лучше его брать конечно мало ли что там потом выстрелит и как выстрелит значит согласие продавца значит реально за два года три случая предъявления поддельных согласий одно в 23 регионе краснодарский край одно в 50 м московская область третье в москве 77 регион все выполнены на единых нотариальных бланках соответствующие номера по еноту эти нотариальные бланки не погашены в едином реестре совершения нотариальных действий но внутренней базе нотариусов то есть их там где-то снизу доставали они не погашены были эти бланки ничего доказать не могли то есть фактически что гражданин титульный собственник вот по 23 региону я рассказывал мужчина продает соответственно квартиру значит покупал в браке давайте до сих пор в браке брак не расторван до сих пор в браке он говорит ну я с женой не живу она живет в Сочи ну она естественно согласие доставит предъявляет согласие на 23 регионе единый нотариальный бланк потом через некоторое время супружница появляется и говорит я не давал никакой согласия это он все подделал это подделка и на самом деле это подделка его не смогли привлечь по 327 иначе за подделку документов его не смогли привлечь по 159 за мошенничество а он потом заявил а я эти все деньги потратил его право пошел там в казино проявил ну ладно значит с согласием супругов значит если согласие супруга предъявляются из какого-то особенно другого региона надо очень тщательно проверять их подлинность вот реально три ну не то что обезвредили вот с тремя случаями столкнулись за два года с поддельными согласиями супруга они через реестр доверенностей не поднимаются скажите а чем опасно несогласие супруга на покупку а как проверить нет значит на покупку ну на всякий случай пусть будет может у них какой-то конфликт возникнет просто им же как говорится если особенно ваши клиенты там посоветуйте там себе поселите соломку значит а проверяется только лишь через нотариус который выдал вот представьте себе ну конечно в том то и дело может быть не в сговоре он может и не знать что это не тот человек да нет скорее всего вот в Краснодарском крае просто купили единый нотариальный бланк и на едином нотариальном бланке это все состряпали потому что это была без регистровка вреестре у нотариуса который сидит в Краснодар да я об чему говорю Краснодар человек супруга проживает в Сочи а нотариус был именно города Краснодара Но бланк все равно был 23 регион Нет, не супругу на сделку В любом случае нужно все-таки Выяснять, было ли Насколько легитимно все это было сделано Супруга может быть и в Соединенных Штатах Америки Самый крайний случай Я видел в Уругвайе Супруга проживает Так что Ну в таком случае просто Наши коллеги Об этом мы как раз на следующем занятии Через неделю будем говорить Не всегда тщательно проверяют подлинность Вот этих документов И потом вот эти вот вещи выстрелят А как у Натальи? У меня такая ситуация была конкретная Предоставят все Заверенно куплены Как я могу здесь проверить? В том-то и дело, что никак Только, конечно, с супругой Ну как минимум Хотя это ничего не дает никаких гарантий Но если это аферы Это, безусловно, их насторожит Давайте сделаем видеоконференцию Как минимум в Скайпе Лучше в хэнгаутсе Проведем видеоконференцию И, соответственно, чтобы В хэнгаутсе чем хорошо? Что запись можно транслировать в Ютуб Ну, естественно, в закрытом режиме То есть остаются доказательства Вот давайте, соответственно, с вашей супругой Которой там в Ереване находится Проведем видеоконференцию в хэнгаутсе Ну, во-первых, что это она Покажет свой паспорт И в присутствии всех участников видеоконференции Заявит о том, что да, она действительно Давала это согласие Это ни о чем Но это все-таки хоть какая-то перестраковка Ну, ладно, давайте дальше Нарушение полномочий 174-я Оспоримая Ну, нарушение полномочий Это в основном, конечно, юридическое лицо Значит, конечно Нарушение полномочий Гендира Генерального директора Значит, либо у него полномочий Нет полномочий, например На совершение таких сделок Или нет Там чаще всего, давайте отдельным пунктом напишем Одобрение крупной сделки Значит, соответственно Неправильно составлен Если там несколько учредителей Например, протокол Заседания или там совещания Или даже там конференции Учредителей О назначении? Нет, о назначении Гендира И полномочия Гендира И учредители, если крупная сделка О продаже И одобрение крупной сделки То есть, в бизнес-праве Ну, то есть, при совершении сделок С нежилыми помещениями Это у нас будет отдельная еще тема 10-2 Значит, будем это все еще разбирать Протоколе должно быть не крупной сделки? Что? Протоколе должно быть справка не крупной? Нет, надо... Нет, и в протоколе ее лучше Желательно получить отдельно Иногда же продавцы, как говорят Ну, вот мы с 1С вам можем Справку бухгалтера сделать За подписью Да, за подписью Но это ни о чем Это реально ни о чем Ну, конечно, да Нет, ну, без нее зарегистрировать Не зарегистрировать Это спорный вопрос Зарегистрируй Да, были случаи, что зарегистрировали Были случаи, что зарегистрировали По всем поддельным вот этим документам А подделать их... Приезжаешь на ампоцент Именно в город Тверь Ну, в город Тверь Надо еще в Москву Нет, ну, нет Ну, это понятное дело Да, это понятное дело Ну, это уже больше, как вы понимаете Относится к нежилым помещениям Это своя песня То есть вот это вот Это своя песня Так что сейчас на этом останавливаться не будем Тут все может быть поддельное От начала до конца А подделать элементарно Никакой сложности не представляет Вот у меня был реальный случай Значит, 35 учредителей ООО Миноритарии Зачем так сделали, непонятно Ну, нет, там было понятно Там действительно было предприятие Значит, это предприятие еще акционировалось в 90-е годы Но акционировалось в форме ООО И там было 35 миноритариев Из которых 6 уже умерли Там еще наследники И где их найти? Ладно Не будем о грустном 174.1 Значит, ничтожность Здесь уже ничтожность Обратите внимание Ограничение распоряжения имуществом Ограничение распоряжения имуществом Ну, конечно, чаще всего Банкротство юрлица Значит, уже началась процедура банкротства Значит, если, например, объект продается от имени юрлица Это тоже отдельная песня Квартира же тоже может быть от имени юрлица Началась процедура банкротства Или началась процедура искусственного банкротства В карточку арбитражную Кто заглядывает? Никто не заглядывает Мы тоже иногда забываем заглядывать Нет, ну вот видите, вы смотрите Иногда забываем Большинство здесь не заглядывает Что? Заглядывайте? Ну вот видите, кто-то более бдительный В этом отношении Не пройдет такой номер А кто-то не заглядывает Доверительное управление То, что мы уже тоже говорили У доверительного управляющего Одни полномочия А он полномочиями злоупотребляет Хотя договор доверительного управления Мы с вами тоже уже об этом говорили Соответственно, заключается Вернее, подлежит государственной регистрации С момента, ну и наоборот Значит, договор доверительного управления Подлежит государственной регистрации считается заключенным с момента его государственной регистрации. То есть так, как договор долевого участия в строительстве. Кстати, все то же самое. Когда застройщик требует с вас, вот мы сегодня подписали договор долевого участия, на следующей неделе мы их отдаем на регистрацию, но прежде чем мы их отнесем на регистрацию, оплатите полную сумку. Это незаконные требования. Не то, что так не говори. Что? Нет, есть, 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 есть. Областники есть. В Москве нет, не слышал ни разу. То есть злоупотребление полномочиями доверительного управляющего. Тоже, соответственно, ничтожная сделка. То есть если доверительный управляющий даже сдал в аренду или в наем, злоупотребив своими полномочиями, значит такой договор аренды или найма можно расторгнуть. Ну в собственности, честно говоря, это уже наглость очень большая. Вряд ли у доверительного управляющего, если у него нет полномочий продать квартиру в собственность, он ее продаст в собственность. Но в аренду может злоупотреблять полномочиями. дальше государственное предприятие помните мы с вами говорили право хозяйственного ведения оперативного управления значит от имени государственного предприятия но это опять таки коммерческая какая-то недвижимость значит сделка совершается например ну вот вот правда здесь не государство есть акционированные предприятия будем считать что это здание принадлежит губу государственного монетарного предприятия значит естественно чтобы продать оформить собственность хотя бы вот эту вот комнату где мы с вами сидим значит губ так таковой у которого находится это помещение на праве хозяйственного ведения он не имеет права он должен обратиться как минимум если это москва в департамент имущества и получить от департамента имущества а если это федеральная собственность то соответственно он должен обращаться только в министерство имущественных отношений а иногда это не делают или это делают ненадлежащим образом а регистрацию все это проходит купили вы это помещение а потом соответственно мин имущество значит подает иск о ничтожности о применении последствий ничтожности сделки по этому помещению а вы же покупали по нет по занижайки и по очень хорошей занижайте то есть условно выражаясь из 10 миллионов которые стоят это помещение цифра условная первые от балды сказал соответственно вы через договор провели 3 миллиона а 7 миллионов местному там директору дали просто кэш все ничтожная сделка так что тут есть еще один интересный случай служебка и расслужебливание служебные жилые помещения ну вы знаете что сейчас служебку служебное жилое помещение по десятилетнему сроку отношений с организацией который выделял эту служебку ну в большинстве случаев это гу и с гк у гб у и с сейчас правильно давать государственные бюджетные учреждения инженерная служба района преображенский не жуличник а именно по инженерной службы району преображенске ну мы из на земли района преображенский с вами находится нас ответ Nuev tierra служебку вот так вот служебить напрямую составить договор со сайма невозможно сейчас значит служебку нужно соответственно перекинуть сначала в муниципалку а уже муниципалка после этого принимает решение что и и соответственно на нее составить договор соцснаем. Процедура нарушена вот эта вся. Значит служебку расслужебили ненадлежащим образом, соответственно оформили ее, получили на нее договор соцснаема, приватизировали квартиру, а потом организация, которой принадлежало это служебное жилье, даже ГБУ и ЕС, подает иск о признании применения последствий ничтожности сделки. А уже эту квартиру служебную, бывшую служебную, уже муниципальную, по договору соцснаема продали. То есть не по договору, приватизировали и продали. И на самом деле, вот по этим вот вещам, это вот очень поганка, вот эта вот вся вещь, это очень поганка на самом деле, с муниципалами. Есть иски, я сам лично видел, читал иск, когда был незаконно, ненадлежащим образом совершен обмен в 1989 году. И соответственно через сколько? Почти через 30 лет признали этот обмен ничтожным. Вот такой случай был реально. Вот как? А исковой данности нет. А исковой данности нет. Ну, а нет, извините, там оспаривали. Нет, там оспаривали. Значит, там один год с момента обнаружения и ущемления прав. Там оспаривали. Значит, есть такие случаи. И пока с этим, хотя опять-таки было по этому поводу постановление пленума Верховного Суда, что если у вас соответственно такие вот иски, то добросовестным приобретателем считать нынешнего собственника по умолчанию. Ну, это, как говорят, все хорошо на словах. Ладно, давайте дальше. Собрание. Собрание. Так, это я смотрю. Чтобы лучше было видно. Включайте там кондиционер. Лед, ключом у вас. Так, что туда опять жарковато стало. Собрание. Если вдруг там дует, то места где-то свободные здесь есть посередине. 181.4 Оспаримость. 181.5 Ничтожность. Кстати, здесь по собраниям, помните, мы в самом начале говорили, действие, специальный срок исковой данности полгода с момента, когда состоялось собрание. Значит, оспаривать решение собрания специальный срок исковой данности полгода, с момента, когда состоялось это собрание. Ну, что по собраниям? Конечно, в первую очередь перевод в нежилой. Значит, сами вы знаете, наверное, хорошо знаете, кто с этим столкнулся. Перевод в нежилой, который творился в Москве. Ну, давайте называть вещи своими именами, по полному беспределу. Конечно, все решения собраний собственников были подделаны. Ну, не все так, 99% были подделаны решения собрания собственников. Так что, в принципе, признать их, соответственно, ничтожными пока до сих пор можно. Не взялись еще просто. То есть, теоретически, может настать ночь длинных ковшей в адрес всех нежилых помещений, которые расположены на первых этажах. Так что, прежде чем их приобретать, надо еще миллион раз подумать. Ну, а сейчас, может быть, их и нет смысла приобретать. Сейчас и таких нежилых помещений, обычных навалов. Ну, какое-то уж прямо козырное место. Выход из метро. Что? Это на реновации. Сейчас на реновации еще наперевок. Значит, дальше что? Решение собраний, соответственно, ТСЖ, ЖСК, СНТ. Значит, если, соответственно, каким-то образом был нарушен квором, ну, кстати, в 181.4, в 181.5 очень подробно все перечислено. Какие основания признания, соответственно, решения, оспаривания решения собраний и признания ничтожности решения собраний. Прямо по пунктам все расписано. В таком случае и как. Значит, ЖСК, ТСЖ, СНТ тоже очень часто с нарушением решения собраний. Ну, вот, например, такая банальность. Провели какой-то вопрос, который был не включен в повестку дня решения собрания. Это основание как раз даже ничтожности. 181.5 Сейчас посмотрю, уточню. Значит, да, был такой реальный случай. Да? Принято по вопросу не относящийся к компетенции, а нет, компетенции собраний. А, нет, да, все правильно, 181.5, да. Принято по вопросу не включенной в повестку дня собраний. Все. А вот в СНТ это на каждом шагу такое. Конечно. В СНТ все это на каждом шагу, эти вещи. Ну, то, что, соответственно, вы говорили, реновация. Ну, здесь, как говорится, своя песня, отдельный разговор. И в ту, и в другую сторону пытаются тянуть одеяло. Ну, пока, как говорится, сторонники реновации однозначно побеждают. Противники реновации, к сожалению, ничего поделать не могут. Значит, пытаются признать недействительными решения собраний, которые вот состоялись, если вы помните, весной, в мае, в июне. Ну, ничего пока поделать не могут по большинству. Ну, и, наконец, четвертый случай, с которым вы можете столкнуться. Земельные паи, земельные доли. Значит, хотя, конечно, сроки исковой давности уже все прошли, но вы сами знаете, при оформлении земельных паев, земельных долей было очень и очень много нарушений. Точно так же практически стопроцентная подделка, соответственно, решений собраний, значит, решений собраний акционеров сельхозпредприятий. Потом эти земельные доли незаконно оформляли, потом их переоформляли несколько раз, замастыривали, как это называется, значит, все это делали. А потом на них строят коттеджный поселок, где вы хотите купить, соответственно, коттедж и земельный участок. Ну, это на самом деле, на самом деле, это страшилка для создания, как говорится, для показа покупателю своей нужности. На самом деле, это уже все в прошлом, так что, честно, я вам скажу. Ну, иногда да. А покажите решение общего собрания по выделению этого земельного участка, это земельные доли, как единого, то, что называется, объекта недвижимости. На что, соответственно, представитель продавца, какой-то мелкий девелопер, смотрит на вас, ну, понятно, гонорар отрабатывает. Ладно, давайте дальше. Неуполномоченный представитель. 182 и 183. И там, и там оспоримый неуполномоченный представитель. Значит, что такое неуполномоченный представитель? Например, совершение сделки относительно себя лично. Ну, это, конечно, то, что называется клиника, но такое бывает. Значит, дарение, причем даритель, вот, как говорится, я сам физическое лицо, а одариваемый дал на меня доверенность оформить на него договор дарения. Я даритель, как физическое лицо. Потому что, если даритель дарил доверенность, регистрация это не пропустит однозначно. Но если, соответственно, я даритель, одной рукой подписываю сам за себя, как я даритель, и по доверенности подписываю за одариваемого, регистрация это примет. Но это вот этот случай. Можно его оспорить, легко оспорить. Ну, это такие вот частные случаи. Ну, вот от 182, от 183 на самом деле существует хорошая защита. Если в дальнейшем представляемый одобрит сделку, ну, естественно, письменно, или если это нотариальная форма сделки, то обязательно в нотариальной форме одобрит сделку. То есть, если он впоследствии одобрит сделку, то основание для его оспаривания отпадает. Таким образом он это должен сделать? Это должен в той же форме, как совершена сделка. Если в простой письменный он может одобрить сделку в простой письменной форме. Если нотариальная форма сделки, он должен одобрить, естественно, эту сделку нотариальной. Это переписать договор? Нет. Именно явиться к нотариусу и заявить по такому-такому договору. Ну, вот мы наш случай рассматривали дарение доли, например. Нотариус, в принципе, не вправе потребовать, чтобы обязательно явился одаряемым. Ну, в дальнейшем, вот, например, там у другого собственника доли возникли вот эти вот вопросы по этому дарению. Какое-то, может, там аффилированное дарение или что-то еще. Если в этой ситуации одаряемый явится лично к нотариусу и скажет, да, я эту сделку одобряю, то основание признания сделки, а спаривание сделки на этом основании отпадает? Очень тоже распространенная вещь. Кто делал приватизацию на практике? Наверное, этот случай знаете. Значит, договор передачи гражданин подписывает условно выражаясь сегодня, 28 числом, а доверенность на него, на сотрудников соответственно, либо департамента, либо это, кстати, очень сильно этим злоупотребляют в МЖР, то есть в Мосгоруслуги, если оформляет приватизацию, сделано с завтрашним числом. То есть он подписал договор передачи 28-м, а сотрудник департамента, или сотрудник МЖРа по доверенности, подписал на основании доверенности, выданной 29-м числом. Очень часто такое бывает. То есть, когда смотрите документы, это что тут такое? На основании доверенности, выданной 29-м, а договор 28-м. Как же это так? Все то же самое. 183-й, если вдруг основания будут, то, конечно, гражданин, который участвовал в приватизации и руководитель департамента отдельным письмом, конечно, одобрит эту сделку. Какие вопросы? Это просто техническая ошибка. И она проходит регистрацию с такими вещами. Так что, этого бояться не надо. Ничего здесь, на самом деле, сложного нет. Ну и наконец, доверки. Добрались мы с вами до доверок. Сейчас я посотру. Доверки отдельная песня. Значит, доверки. 188 ничтожной сделки. 185-1 1 прим. Тоже ничтожной сделки. давайте разберемся с доверками. 185-1 как раз, что доверка, ну, я называю доверкой, естественно, доверенность, значит, которые требуют каких-либо действий с государственными реестрами, в том числе, кстати, государственные реестры, ГИБДД. Были случаи у вас, если кто ставил машину на учет, кто-то там свои люди говорили, да ладно, не надо никакой нотариальной доверенности в простой письменной форме, сделаем, все пройдет нормально. На самом деле это не нормально, это не должно быть ни ГИБДД, ни ЕГРЮЛ, ни ЕГРМ. Значит, если по доверенности делать какие-то изменения в госреестре, то, естественно, да, такая доверенность в силу 185-1 должна быть сделана в нотариальной форме. И от юридического лица тоже. Помните, в свое время была, соответственно, доверенность по форме продавали новостройки? Нет, категорически нет никаких доверенностей М2, только нотариальной. Ну, правда, Росреестр это дело не пропустит, конечно. Вот на то единственное мы надеемся. Ну, а все остальные доверки могут быть и в простой письменной форме. Мы с вами говорили, например, на сдачу квартиру в аренду или наем на срок до одного года не требуется нотариальная доверенность, потому что не подлежит государственной регистрации до одного года, не несут документы в Росреестр. Значит, можно сделать ее в простой письменной форме. Так что, с доверенностями есть определенное то, что называется злоупотребление. Ну, давайте, соответственно, рассмотрим, что можно туда подвести. Здесь еще обратите внимание ничтожность, лжедоверки. Ну, лжедоверки на самом деле называется безрегистровки. Безрегистровки. То есть, доверенность возможно сделана на ЕНБ, на едином нотариальном бланке желтого цвета, ну, ровно через неделю, вернее, не ровно через неделю, в четверг через неделю, седьмого. Значит, как говорится, все это продемонстрируем, как это выглядит. Значит, есть у нас там в коллекции поддельные единонотариальные бланки, сделанные вот просто на коленке, но с номерами, которые у нотариусов не погашены в ЕНОТе, в единонотариальной палате. Ну, то есть, в едином реестре нотариальных действий, которые пользуются только нотариусы. Не погашенные номера. А вот он, поддельный план. Ну, в любом случае, конечно, без реестровки, вот так вот в наглую, сейчас уже не проходит. Потому что вы отлично знаете, что такое реестр довер. Знаете, как проверять, соответственно, все по реестру доверенности. Ну, может быть, кстати, иногда вы забываете, но через реестр довер можно проверить, то есть, извините, я говорил, проверить и отзыв доверенности, она тоже там высвечивается, не только в еноте, а, соответственно, в реестре доверенности тоже высвечивается об отзыве доверенности. То есть сейчас вот нотариальный криминал с левыми доверками и безреестровками резко пошел на убыль. Но мы с вами говорили точно так же, согласие супругов не ловится никаким образом, в реестр доверенности нет. Ну, завещания поддельные маловероятны, потому что они во внутреннем реестре в еноте есть все. Значит, отдельный реестр завещаний. Отдельный, естественно, реестр в еноте есть выданных свидетельств о праве на наследство. Значит, по закону, по завещанию. То есть это вряд ли такой номер пройдет, не пропустит. То есть бесполезно все это делать, не получится. Ну, вот согласие супругов, да, имеет место быть. Значит, а так безреестровка. Ну что, безреестровка. Теоретически, какой-то безреестровкой у вас перед носом могут помахать. Вот у меня есть полномочия все. Значит, ну вы, конечно, как цивилизованный человек через реестр доверенности проверяете, а там ничего нет. Дальше. Смерть доверителя. Значит, имейте в виду, что с осени прошлого года, год прошел, не помню, в октябре, где-то в двадцатых числа были изменения дополнения в ГК. Забыл дату вам. 25 октября 2016 года. Значит, понятие дата смерти гражданина заменено на понятие момент смерти гражданина. Дата смерти считалась вплоть до 23 часов 59 минут соответствующего дня. Значит, все доверенности, все документы действовали от его имени. Теперь момент смерти гражданина. Если известно, что гражданин умер рано утром, то уже, если, условно, в обед пошли, вы по доверенности, если такая у вас есть, снимать вклады с его счета, ну там не в Сбербанке, соответственно, в каком-то другом банке. Ну, в Сбере тоже, кстати, можно снять вклад вот по такой недействительной доверенности. Нет, они не проверяют, но потом наследнички, представьте себе, появятся какие-то, реальный кейс рассказываю, 159-я третья, там третья была. Значит, наследники, ну вернее как, пожилой человек умер в 23 часа с чем-то там, то есть поздно ночью, в больнице. Факт был зафиксирован в больнице, то есть еще новые календарные сутки не наступили. Утром сообщили, скажем так, доверенному лицу, на кого была доверенность, а там было несколько наследников. И она побежала быстро снимать в нескольких банках деньги со вкладом. Любой побежал бы? Да, естественно, любой побежал бы, но там были другие наследники. И потом, да, потом, нет, потом эти наследники, да, потом эти наследники написали, соответственно, заяву, 159-я третья, на самом деле. И реально, скажем так, со счетов было снято порядка 600 тысяч. Потом, чтобы от масса 159-й третьей, отдали где-то полтора миллиона адвокатам. Значит, за то, чтобы в банке отключили камеры. Вот вы задаете вопрос, как в банке отключить камеры? Отключили камеры. Кстати, взяли вообще по-божески, по-божески взяли. Не буду называть какой банк, естественно. Ну, может быть, да. То есть в этом банке отключили камеры, естественно. Так что здесь все можно сделать. Кстати, отключили камеры удивительно дешево, всего лишь 300 тысяч отдали. Ну, ладно. Значит, имейте в виду момент смерти. Все, с момента смерти никакие действия, которые были совершены по доверенности, не действительны. Что? Ну, были случаи, не буду называть в каком банке, вынули, ну, это, как говорится, даже я там участвовал, не участвовал, приглашали, соответственно, разбираться, значит, в одном из банков. Значит, да, были выключены камеры, когда вынули из ячейки 18 миллион. Ячейка камеры непонятности. Что? Нет, ну, выключили, все выключили. Это дело техники. Ну, ладно, давайте, соответственно, дальше. Сообщение об отмене доверенности. Реальный кейс. Как быстро попадает? Сейчас в реестр доверенности должна попасть на следующий день. То есть есть сутки, когда отзыв подали, и только еще есть сутки сделать? Да, то есть, причем, можно отзыв подать не обязательно к тому нотариусу, где вы делали доверенности. Вот ближайший нотариус, вот он, ну, не здесь, там, условно, метро Преображенское. Там, значит, утром вы завтра пришли, сделали, соответственно, заявление об отзыве доверенности. В принципе, на следующий день, да, в четверг, она уже должна быть в реестр доверия, в реестр доверия, ну, естественно, в еноте. Так что, должна быть. Ну, в любом случае, да, здесь тоже злоупотребление имеет место быть. А консульские доверенности? Что? Консульские. Консульские, ну, в принципе, она приравнивается к нотариальной. Консульские приравниваются, приравниваются к нотариальной, соответственно, из мест решения свободы, значит, там, из судов за грандзлавание. Их нет приезда. Что? Их нет приезда. Нет, точно так же, если вы, соответственно, делаете отзыв, вот у вас на руках есть там консульская доверенность, значит, нет, неправильно сказал, у вас нет, это у поверенного есть. Значит, вы делали консульскую доверенность, значит, ваша задача сделать именно, соответственно, отзыв этой доверенности, то есть прийти и заявить. То есть вы утром завтра, там, в 10 часов утра, когда открылась нотариальная контора, первым записались, пришли и сделали заявление. Я отзываю доверенность, сделанную там в генконсульстве в Нью-Йорке, тогда-то, тогда-то, где поверенным лицом является Пупкин, там, Василий Васильевич. Все. Она на следующий день должна быть в еноте. Хотя... Отдельно он в Нью-Йорке пришел и сделал он в консульстве. Ну, формально тоже должна быть. Тоже должна быть. У начальника тюрьмы, да, у начальника тюрьмы, да, у мальчей доступа в все эти ресурсы. Нет, на самом деле нет. Ни тюрьмы, ни, соответственно, ни корабля, ни воинской части. Кстати, там еще есть такое понятие, что если на территории района, какой-нибудь там, Мирненский район Республики Саха-Якутия, там действительно ближайший, как говорится, нотариус 500 километров на Оленях. Это реально, потому что там огромные эти районы. Значит, он может явиться в местную администрацию. То есть, кстати, в 185-й простой, все это подробно перечислено. Значит, кто имеет право. Да, сейчас освежу память. Нет, 185-й один прим, все перечислено, кто имеет право. Она такая тоже. Кто имеет право, когда вас, так и отзывай, да? Но доступ ресурс не имеет, и, соответственно, все деньги не подают. А в Росреестр подается информация? Что? В Росреестр лучше подавать самим. Сейчас вот расскажу, как раз хотел рассказать. Мы стали задавать вопросы, хотел рассказать кейс про там, кто читал у меня в Фейсбуке, соответственно, ленту, про рядового Раяна. Значит, коротко скажу, кто это такой и почему. Ну, это просто у нас тема называлась «Спасти рядового Раяна». Значит, гражданин, причем в нормальный, вменяемый, никакой там не социопат, никакой не маргинал. Просто шел по улице рядом с метро Бауманское. Значит, у него было право требования на квартиры в Настюше, Царицыно-2. То есть, не в Настюше, к Настюше, в Царицыно-2. И вот он просто подошел к этим зазывалам, которые стоят на улице, бесплатные юридические консультации. Он просто подошел, вы можете чем-то помочь, там, неустойку с Настюше взыскать? Сказал, да, конечно, там, фигня вопрос, пойдемте, приходите, все сделаем. Договорились. Естественно, это не бесплатная была услуга. 50 тысяч они договорились за это, что он оплачивает 50 тысяч за эту услугу. Ну, за составление иска, за представление интересов в суде. Он согласился, но ему в пачке, как в МФО, впихнули в том числе договор о уступке права требования на эту квартиру. И он его подписал. Требования на неустойку или требования права? Нет, требования на квартиру, на саму квартиру. И у нотариуса, который сидит в этом же здании, значит, он оформил доверенность. В том числе с полномочиями сдачи документов Росреестр на государственную регистрацию уступки права требует. Он на голубом глазу сказал, я был уверен, что это нужно для того, чтобы они представляли мои интересы. Но это не сам Сибириелтор, это человек совершенно далекий от всех этих вещей. Это было месяц назад. А где же они печать хлебозавода нашли? Что? Нет, а не надо никакую печать хлебозавода было делать. Значит, уступку непосредственно сам собственник в этой ситуации. Да, не собственник, а еще дочь. Нет, застройщик не подписал, но они пытались потом съездить к застройщику. Он один остался. Да, пытались там. Нет, к чему идет разговор? Разговор идет к тому, что нотариус там был, естественно, ангажирован. Значит, когда рядовой Раян, наш клиент, пошел к нотариусу отзывать эту доверенность, а это было в этот же день, он, условно выражаясь, в 10 утра сделал доверенность, или там в 11 часов сделал доверенность, значит, в 14 где-то часов, в 2 часа у него голова переклинила в нужном направлении, он нам позвонил, мы ему объяснили, что ж ты наделал, и, соответственно, он пошел к этому нотариусу отзывать эту доверенность. Знаете, что нотариус сказала? Ну, не нотариус, помощник нотариусу. Что сказала? У нас все по записи, на завтра нет, только на послезавтра. Такие красивые нотариусы, как и делают. Ну, он, как говорится, ну, вернее, здесь уже подключились, пошли к соседнему нотариусу через дорогу, там, соответственно, сделали отзыв в реестр доверенности. Потом, соответственно, поехали в Росреестр на Тульскую в экспедицию писать заявление, что доверенность такая-то недействительна, и я совершил переуступку право-требования под влиянием обмана. Пошли писать. Там сказали, а вы идите в МФЦ Даниловский. А, вы. Знаете, бегали как? Это вот опять тот самый случай, что стоимость одного заработанного рубля, как отличается в нашей работе, бывает. Вот так там бегали, как говорится. Она, в принципе, не принимает сейчас. Ну, сейчас, да. Нет, от физиков не принимает. Да, сейчас вы должны идти в МФЦ Даниловский, он ближайший. А там такая, на МФЦ Даниловский. Нет, мы... Нет, это он все сделал, ВВД написал, и в КУСТ, КУТ, ТАЛОН КУСТ получил. То есть все сделано. Ну, просто вот... Нет, закончилось это тем, что все-таки они... Я, правда, там уехал на неделю, не мог все это контролировать дальше. Значит, закончилось это все тем, что они все-таки заключили мировое соглашение. Ну, Раян реально где-то отдал 1250, наверное, еще дополнительно. То есть на 300 его с полтинником с тем обезжирили. Что? Нет, ну они не мировое соглашение. Нет, нет, там не мировое соглашение. Они просто... То есть он там вышел на крышу вот этой юридической конторы. Эти две крыши встретились, у кого там погоны круче, толще и длиннее. И решили, ну, типа того, что раз ты дурак, ну, надо там заплатить, естественно, крыше определенную сумму. За то, что там ездили, разговаривали, там терли эти вопросы. Ну, он не стал говорить сколько. Он нам заплатил столько, сколько он обещал нам заплатить. Без вопросов. Хотя нам на троих это все досталось. Ну, реально он там 300 рублей отдал за свою невнимательность. Вот за невнимательность просто вот... Вот за невнимательность на ровном месте 300 рублей отдал. Ну, он же все успел сделать, а что он сделал? Нет, сделал, все сделал, да. Порвали этот договор уступки в его присутствии А там очень хитро было на самом деле Там, соответственно, он написал заяву А на него, тот, на кого была сделана доверенность Написал заяву по 128, 1, часть 5 УК Клевета с обвинением в тяжком преступлении И на самом деле, когда вот крыши разбирались между собой Что по его заявлению, то есть по заявлению Раяна И Раян писал заявление по 159, часть 3 Там уступка как раз была правильно сделана, 960 тысяч Там сумма уступки была указана И там предъявили левую расписку Что он, соответственно, получил эти деньги И что, соответственно, вот здесь тоже уголовное дело Ну, то есть там написал гражданин, ну, этот сообщник этих аферистов Заяву, что меня обвиняют в тяжком преступлении Значит, я не совершал тяжкое преступление И вот крыши бодались между собой На что, в конце концов, Раяну сказали Давай там 250 рублей Да никто ее не делал Ну, то есть теоретически Раяна могли бы, как говорится, привлечь по 128,1 У них на руках были все козыри А расписку давал? Нет, расписку... Ну, он клянется божица, что не давал расписку Нет, но, естественно, там был образец его почерка Расписка была напечатана на принтере И просто стояла его подпись, даже не четверка И это было предъявлено все Нет, ну, вот они заключили мировое соглашение То есть там приехали две крыши И две крыши там терли Ну, крыши милицейские, естественно Нет, они не бандиты Терли эти две крыши И постановили Он должен там заплатить Ну, все там разорвем, все уничтожим Что? Контакты, крыши, нельзя?